всем добрый вечер я рад вас видеть на своем канале ну что давайте так чтобы надолго не затягивать сразу будем переходить главному именно к разбору карты переходим в наши лекции в раздел библии и на очереди у нас следующая карта старший аркан под номером 8 в этой колоде в колоде гюстава дэре это карта под номером 8 8 старший аркан тогда как в традиционной колоде у это это 11 старший аркан да есть с этим путаница если мы говорим о том что о том что разные школы и террор они меняют местами 8 или 11 и 11 аркана то есть сила и правосудие либо справедливость либо же justice либо она же юстиция это связано давайте мы будем так прям сильно глубоко в это не погружаться потому что здесь можно найти обе стороны правой с одной стороны кто-то скажет что-то более традиционно кто-то другой скажет что несколько время поменялось общество она эволюционировала и сейчас стоит пересмотреть то каком порядке должен кирка что начале все-таки человек должен понять принцип справедливости или принцип силы ее уравновешивания ее применение и только потом уже переходить следующий аркан отшельник и далее колесо фортуны в нашем сегодняшнем разборе мы вращаем внимание что под цифрой 8 идет у нас аркан юстиция правосудие предшествует этому у нас аркан колесница а следующий будет идти аркан отшельник и в принципе здесь можно было бы сказать что и отшельник отчасти будет очень сильно похож на те принципы которые заложены в органе справедливость юстиция и повешенный 12 аркан который идет после 11 он также похож по своему смыслу по своему отображению на отшельника то есть меняя их местами скажем так что вы сейчас прям не углубляться в деталях вы сильно не потеряете и уж тем более это не сильно будет влиять либо вообще не будет влиять на то как когда будете гадать людям вытаскивая ту или иную карту здесь уже абсолютно неважно какая там стоит цифра восьмая либо стоит 11 это моя точка зрения если у вас есть иная и вы чувствуете как-то по-другому отлично из вас работать по-другому замечательно превосходно тогда обращайте внимание на то что работает именно у вас но в принципе мы сегодня вообще на этом заострять особое внимание не будем и акцент также на это ставить не будем и так обращая сразу внимание на то что у нас находится на мониторе и мы видим в оригинале гравюра густава даре она у нас вот несколько большем размере чем тот фрагмент который взяли составители колоды лос карабео и из чего собственно и сделали саму карту почти все попало в наш кадр все самое главное что мы здесь видим мы собственно самого соломона и мы видим всю сценку происходящую внизу видите надпись по граммюре джаджмент де не джаджмент этого французский язык наверное это будет пусть меня простят знатоки французского языка югемент может быть югемент де соломон это суд соломона сцена суда соломона того самого которого мы сейчас перейдем и будем подробно разбирать хотя я уверен что даже если вы никогда не читали библию и может быть вы не знаете полностью как звучит эта самая притча или легенда сказка были называйте как хотите но вы уж точно слышали хоть хоть что-нибудь но об этом событии наверняка вы сейчас когда будете его прослушивать заново то поймете но я почему-то больше чем уверен что те кто будут смотреть мои видео те кто смотрит сейчас они больше погружены в тему и конечно же они знают о чем идет речь и так мы видим самого соломона который находится на небольшом возвышении и он стоит при этом также мы видим мужчину который держит меч он держит ребенка рядом женщина хватаясь за меч тянет руку к ребенку видим также еще одну женщину который как раз на карту в кадр не попала но нам это сильно сейчас вмешать не будет чтобы разобраться собственно в карте с одной стороны с другой я в общем то здесь и нахожусь и мы сейчас вместе как раз будем заниматься тем чтобы вполне понять а что же все-таки изображено на этой карте потому что свой товской картой но тот кто занимается тоже какое-то время и он в них саму символику несколько понимает что здесь за этой карты скрыто потому что она наполнена какими-то подсказочками есть у нас там и колонны есть у нас весы если у нас меч и много других подсказок которые могут отсылать нас так или иначе кибели отсылать нас богини юстиции отсылать у нас нас к правосудию но наша задача разобраться как раз в колоде густава дыре и понять что у нас скрыто на этой карте конечно вам будет намного проще тем из вас кто пересмотрел предыдущую лекцию которая касалась у нас карты иерафант напоминаю что там у нас главным персонажем был царь соломон и мы достаточно подробно разбирали всю его жизнь лекция получилась длинная возможно кто-то скажет что несколько затянутая но разделять ее на несколько частей смотрите ее частями я попытался подать пусть это сейчас прозвучит как-то кочунственно но в сжатом виде ту всю информацию которая мне попадалась которая посчитал важную и попытался ее как-то укомплектовать вложить в эту карту чтобы полнее раскрыть личность самого соломона как царя она многогранна несмотря на то что в библии очень мало сказано об этой персоне и приходилось читать между строк и заглядывать так сказать за занавес но смотрите эту лекцию тогда будет вам полнее все и яснее а сегодня что будем разбирать вы есть такие на закладочке интересное там я для вас оставил наверное на закуск мы в последнюю очередь к этому разделу перейдем почитаем посмотрим что там спряталась собственно берем саму причем посмотрим мифологию то есть чуть больше посмотрим что касается этой притчи заглянем дальше глубже то есть мы уже саму кричу будем связывать с пониманием юстиции с пониманием справедливости с пониманием суда с пониманием всего того что это карта может нам дать уже в практическом применении когда мы будем ее вытаскивать или когда вы будете ее вытаскивать, гадая людям, отвечая на их вопросы. Перейдем в раздел «Значения». В значении мы как раз уже достаточно подробно будем сравнивать традиционную карту из колоды Райдера Уэйта с картой Гюстава Дере. Посмотрим там также зодиакальные соответствия, к какому дому это относится и на что стоит обращать внимание в том числе. То есть мы астрологию не оставим без внимания. И также посмотрим с вами в искусство. Что же нам приготовили художники, что приготовили мастера кисти, мастера гравюры, как они видели эту самую сцену, как они видели это происходящее. Понятное дело, что вся живопись, она в большей степени относится к переводу 15-го, даже нет, 16-го, 17-го, 18-го веков. И естественно, это уж очень-очень-очень намного после времен, когда не только был сам Соломон, но и писались книги, которые посвящены ему. Хочу напомнить, что книга царств, 1, 2, 3, 4, а не 4, есть 4 книга царств, кто мне скажет, 4 книга царств, вообще она существует? Да, существует. Они были написаны спустя 300-400 лет после тех событий, о которых они рассказывают. Вот отсюда, кстати, небольшой такой спойлер относительно Иерафанта, отсюда и такое несколько однобокое, в чем-то однобокое подача информации относительно Соломона, из-за чего нам приходилось читать между строк. Но давайте уже сегодня будем говорить о событиях, которые изображены на карте. И, собственно, давайте и переходить к самой притче. Но сперва я хотел бы я хотел бы все-таки зачитать прям из первоисточника, из Библии, что же там говорится относительно события, которые мы сейчас будем рассматривать. Так, у меня закладочек много, я буду аккуратно держать книгу, чтобы не растерять их, как это было в прошлый раз, потом трудно будет. Так, небольшая предыстория относительно царя Соломона, вот совсем-совсем буквально пару слов. Значит, Соломон не так давно становится царем, он буквально первым делом после того, как он разобрался со всеми врагами своими и его отца Давида, он отправляется в Гаваон, там делает большое жертвоприношение многотысячное, истинные причины, опять же, отсыл к Иерафанту, слушайте ту лекцию, и после того, когда он совершает эти многочисленные жертвоприношения, ему во сне является Господь, где он спрашивает, говорит, что его жертва была угодна Господу, и проси, мол, чего хочешь, Соломон как раз просит то, чего он хочет, мы сейчас не об этом, на следующий день он совершает большой-большой пир для всех слух своих, и вот, собственно, дальше мы переходим к тем событиям, которые нас интересуют. тогда пришли две женщины, блудницы, к царю и стали перед ним, и сказала одна, одна женщина, о, Господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме, на третий день, после того, как я родила, родила и эта женщина, и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме, и умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его, и встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди, утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот, он был мертвый, а когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила, и сказала другая женщина, нет, мой сын живой, а твой сын мертвый, а так говорили, нет, твой сын мертвый, а мой сын живой, и говорили они так перед царем, и сказал царь, это говорит, мой сын живой, а твой сын мертвый, а так говорит, нет, твой сын мертвый, а мой сын живой, прежде чем приступать дальше, обрисуем суть ситуации, мы понимаем, что случается какое-то несколько необычное дело, Коль идет обращение к самому царю. Почему необычное? Ну, во-первых, две женщины-блудницы. Блудницы, кто не знает, это проститутки, которые жили в одном доме, обе почти в одно и то же время родили ребенка, но, что самое главное, не было свидетелей. И каждая из них может как обвинить одна другую, так и каждая из них только знает правду и больше никто другой. И, собственно, так и происходит, что каждая из них говорит, что мой ребенок живой остался, а твой умер. И мы понимаем патовость всей этой ситуации, что здесь надо разобраться во всем происходящем или уже произошедшем, и, ну, коль они к нему обратились, значит, они ожидают от него какого-то решения мудрого, справедливого или вообще какого-то ни было царского решения. Что дальше происходит, как разорачиваются события? И сказал царь, подайте мне меч. И принесли меч царю. И сказал царь, рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему. О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая говорила, пусть же не будет ни мне, ни тебе. Рубите. И отвечал царь и сказал, отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его. Она его мать. Ну, этой понятно. Какой? Та, у которой сжалилось сердце над ребенком, со стороны непонятно над чьим ребенком. Никто не знал, чей это ребенок. В общем-то, ситуация вся на виду, вся становится в какой-то момент понятна всеми каждому, что та мать, которая пожалела своего ребенка, она и была матерью живого ребенка. Ибо ей было жалко, и она была готова отдать его, чтобы сохранить только ему жизнь. Вторая же сказала, ну, не доставайся это никому, ни тебе, ни мне. Рубите пополам, так будет справедливо. И дальше еще зачитаем последний стих от этой главы. И услышал весь Израиль, имеется в виду все царство, о суде, как рассудил царь. И стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божья в нем, чтобы производить суд. Вот такое мы видим повествование, и сразу налицо присутствует у нас как, собственно, сам суд царский, так и присутствуют у нас какие-то атрибуты, которые мы можем соотнести с принципами суда. Это тот же меч, который у нас присутствует и на карте справедливость, юстиция по колоде Уэйта. И в целом все происходящее выглядит как суд. Суд, во всяком случае, в том виде, который он был принят вот много тысяч лет назад в Израильском государстве до Соломона. И, в общем-то, спустя его время, тоже долгое время, так все и существовало, пока не наступили времена Римской империи. А вот теперь давайте чуть глубже мы окунемся в эту притчу и все-таки начнем уже адаптировать все услышанное нами, все изображенное на карте, а как же это все-таки находит свое отражение в этой карте, и что это должно нам вообще говорить о принципах справедливости, о принципах юстиции и тому подобных вещах, а уже не столько Божьем, сколько о человеческом суде, что нам должно это сказать. Соломоновое решение, да, вот так называется данное событие. Соломоновое решение стало притчей в языцах. Но оно не единственное. Это не единственный случай в истории. Исследователь Гуго Грессман опубликовал в 1907 году работу, в которой он смог указать на 22 аналогичных решения. Немного, немало. 22. Так, 22 старших ракана. Никакой связи. Просто, чтобы запомнилась вам эта цифра получше. Часто находятся судебные дела с такими же или похожими решениями. Живой ребенок должен быть или разрезан, или разорван. Различается только контекст. Суть и не меняется. Иногда речь идет о ревнивых женах одного и того же мужчины, который претендует на материнство. Исходя из этого, в случае с Соломоном женщин называют блудницами. Кстати, почему здесь также могло быть указание на блудницу? В том числе, чтобы дать понять, что сложно было бы установить еще какую-то косвенную причину, внешний какой-то фактор, а чей же все-таки ребенок остался жив. То есть, блудницы, значит, родили без мужей. Почему они две жили в одном доме? Ну, потому что блудницы. Ну, потому что, если бы они, две женщины, но жили в одном доме, то, скорее всего, у них был бы муж. Может быть, безможет быть. Еще один намек на то, что этот суд носит справедливый характер. Но, ибо он не взирает на то, что это блудница. Можно было бы смело сказать, что мы вообще не будем рассматривать дела падших женщин. Ищите пристанище вообще в другом месте. Вы же читали 10 заповедей Моисея. Там четко сказано, не прелюбодействуй. Поэтому, о каком справедливом суде вообще может идти речь, если бы мы говорили о Божьем суде тогдашнего времени? Но нет, здесь прям есть акцент на то, что это блудницы. С одной стороны, это нам не то чтобы намекает, это прямым текстом, в том числе, нам указывает на то, что ситуация запутанная и сложная, нет свидетелей. И в целом, как бы, обрисовывает ситуацию, ну, почему так оказалось, что две женщины родили примерно в одно и то же время, живут в одном доме, при этом больше нет свидетелей. Ну, вот вам, пожалуйста, почему. Блудницы. И, повторюсь, с другой стороны, указывает нам на незаангажированность самого суда Соломона. Он знал, что это блудницы, ему было об этом сообщено заранее, судя по тому, в какой последовательности об этом указано в Библии. И, тем не менее, суд произошел, и решение справедливое было найдено. Читаем дальше. Продолжение следует. И, в общем-то, вот это его справедливое решение, оно стало известно во всем мире. Ну, это такая, я бы сказал, наиболее оптимистичная версия. Есть и более правдоподобная. Она выглядит несколько иначе. В связи с тем, что история является примером судейской мудрости, она могла рассказываться без привязки к определенному месту и действующему лицу. Что это значит? Что эта притча или это событие могло существовать задолго до Соломона, но ввиду его исключительной мудрости и ввиду необычного способа его управления, она могла быть ему приписана как яркий пример, который уже неоднократно подтверждался раньше. И сейчас просто нашел отражение также в Соломоне. Ну, скажем, такой типичный сценарий, который оказался весьма удачным, им почему бы его не применить к Соломону. Тем более, что это так хорошо ложится на его личность и это так хорошо согласуется с тем, что ему была дарована мудрость от Господа, чтобы управлять его народом многочисленным. Но на что нам стоит обратить внимание? Особенность заключается не в самом случае и не в решении, а в отношениях. Знаменательная для начала реакция людей. Помните, в самом конце, когда все это произошло, об этом узнали все израильтяне и евреи, и вот тут говорится в этом стихе, когда услышал весь Израиль, как рассудил царь, и стали бояться царя. То есть после этого случая они стали бояться царя. Ну, что значит в смысле бояться? Он идет по улице, а народ просыпнует от него. В каком смысле бояться? Бояться в разрезе как раз его судьбоносных решений, в разрезе его правосудия, в разрезе его суда. То есть они понимают, что в случае каких-то подобных происшествий, когда местные суды не в состоянии разобраться и приходится обращаться к самой высшей инстанции, то царь Соломон ни перед чем не остановится для того, чтобы докопаться до истины. Все выглядело именно так. Никого не пожалеет, никого не пощадит, не займет ничью сторону, он будет просто не заангажированным. И иногда вот эта карта Фемида, она также изображается с завязанными глазами. Не в колоде Уэйта, имея в виду про образ той богини, которая в том числе, образ которой изображен на этой карте. То в пору можно было бы сказать и о Соломоне, что у него в данном случае были как бы завязаны глаза. Не в буквальном смысле, а в переносном. То есть ему было абсолютно все равно, кто перед ним. И чья правда, с одной стороны. И важен был сам факт установления этой правды. Но об этом чуть подробнее копнем дальше. То есть мы сейчас обращаем внимание на то, что после этого случая народ, евреи стали бояться царя. Именно вот в этом аспекте, в этом разрезе его справедливого суда, его правосудия. Если мы помним, что очень часто раньше, когда мы читали Ветхий Завет, Пятикнижие Моисея, события после этого, очень часто упоминается о том, что убоялись Господа, что нужно бояться Господа, ходить по путям Его. Если все указывалось на боязнь и страх перед Господом, то здесь аналогичный процесс мы наблюдаем по отношению к человеку. Еще раз говорю, это не столько похоже на тот страх, когда человек идет по улице, а в рассотную от него разбегаются люди. Или он ограждает себя и создает себе какой-то культ, так что он становится недосягаемым. Это не о Соломоне, мы об этом с вами разбирали в карте Иерафант, предыдущая лекция, напоминаю, еще раз посмотрите. Там полнее раскрыта личность и понятно, что он был очень близок к людям. Но с этой стороны, со стороны справедливого судьи, его стали бояться. Что могло произойти, давайте подумаем с вами на секундочку, по философствам. Что могло бы произойти, если бы не победила материнская любовь? Если бы эта женщина не начала умолять, вот как мы смотрим на оригинальные гравюры, вот здесь как раз хорошо видно две женщины. Одна, которая упала, она просто упала, она свалилась на землю, она разбита сейчас. Не то, что горем, страх, ужас. В одну секунду у нее все мелькнуло перед глазами. Можно представить, если они уже обе обратились к царю, и они оказались перед ним, то явно, что это было уже, это было последней каплей. Это была самая последняя инстанция, к которой они обратились. И когда речь идет о том, что сейчас ребенок будет разрублен пополам, конечно, настоящая мама, у нее сердце не то, что сжимается, она просто себе места не находит. Она понимает, что нужно быстро что-то предпринять и предотвратить это. Яна бросается в ноги исполнителю этого указа. И прежде чем ребенок будет разрублен, она хочет это все остановить. А вторая стоит, вот даже ее такая поза, она руку упирает в бедро, и, мол, говорит даже так снисходительно как-то, я бы даже так сказал, пренебрежительно смотрит свысока на вторую женщину, ну, мол, что-то игралось, да, вот, вот сейчас будет справедливый суд, и тебе будет половинка, и мне, да, вот мой умер, и твой умрет, все, наконец-то ты успокоишься, и сердце мое тоже будет спокойно. Это та часть гравюры, которая от нас скрыта на карте. Ну, я уже сказал, что она не сильно, в общем-то, нам мешает понимать суть, но в голове себе это не ржите, что здесь присутствует также вторая сторона на этой карте. Здесь две стороны представлены. Пострадавшая сторона и сторона, которая, хотя там изначально обе стороны выглядят как обвиняющие друг друга, но, как выясняется потом, одна сторона есть пострадавшая, а вторая сторона есть, которая является источником как раз этих бед и страданий. Возвращаемся к тому, что мы разбирали, что было бы, да, что было бы, если бы материнская любовь не победила. Давайте с вами поразмышляем. Тогда Соломон велел бы убить ребенка и разделить его на две части. Ну, ведь он так и сказал, принесите меч, разрубите ребенка, и отдайте одну половинку одной, вторую второй. И представляем теперь, что та женщина не бросается в ноги, они обе окаменели или не окаменели, они соглашаются, и ребенок разрублен. Что нам вообще должно сказать об этом в таком случае? Казалось бы, на первый взгляд, что должно было бы тогда свершиться ужасное преступление. Почему ужасно? Потому что это было бы убийство невинного ребенка. Мало того, что это еще и проходит под знаком поиска истины, определения правды. И больше того, выяснилось бы, что и сам приговор истины оказывается тоже очень жестоким. Которому все равно, где права сторона, какая сторона неправа. Еще раз говорю, если бы мама не воззвала, не расплакалась и не случилось бы всего того человеческого фактора, то ребенок был бы разрублен и восторжевоставала бы справедливость. Если бы по человеческому суду, по закону справедливости, была бы принесена даже какая-то жертва, получается, этого самого ребенка невинного, ведь он ни в чем не был виноват, и он был живым, это не разделение на секундочку, ну, одежда какой-то или имущество, движимого, ненвижимого, неважно. Это живой человек, который безгрешен и бы не провинился ни в чем, пока еще не успел. Но, что нам это должно сказать? Сумму иуис, или сумма иниурия, высшее право, высшая несправедливость. В эту формулировку гримние римляне позже свели отягочающее обстоятельство любого судебного процесса. Такая была формулировка, высшее право, высшая несправедливость, то есть римляне, мы знаем, что римское право и очень многие институты современности, они взяли свое начало как раз с Римской империи, и понятное дело, что прецеденты подобные были и в дальнейшем, в будущем, спустя много веков. Так вот, дабы как-то это сформировать, описать грамотным юридическим языком, было дано вот такое вот определение. И блаженный Августин знал, когда говорил, каждый судья – это осужденный. Положение, в которое попал бы Соломон, если бы истинная мать лишила ребенка жизни. То есть судья, Соломон, выступил здесь бы как осужденный. Почему? Потому что он бы совершил в таком случае преступление. Об этом как раз и говорил, повторюсь, много веков спустя, блаженный Августин. Что судьям нужно быть очень внимательными, когда они выносят свой, пусть и справедливый, приговор. Ибо может случиться так, что этот самый незаангажированный и справедливый суд может обвинить невиновного или погубить чью-то душу. И тогда судья из судьи превращается в обвиняемого, в осужденного. Поэтому неудивительно, что люди, предполагая, что приговор опернется к ним своей страшной стороной, боялись царя. Опять же, мы возвращаемся к Библии и к той цитате, что я сказал, что после этого случая они начали бояться царя. Именно в этом разрезе, в этом видении, в этом ключе, что ничего себе на секундочку. Они пришли, чтобы он их рассудил, он говорит, достаньте меч, разрубите. Ну фу, хорошо, что так все хорошо обошлось. А ведь могло бы быть и по-другому. А если бы это был мой ребенок, подумала каждая из женщин, мы видим, что там целая толпа находится. Вот еще раз взгляните на эту карту. Видно, что там не закрытое заседание, не открытое, а только те люди, которые попали в кадр. Коль убоялся народ царя, то понятно, что об этом разнесся слух. И каждая мама, и каждый папа, который любил своего ребенка, подумал, не дай бог, я окажусь в подобной ситуации. И будет ли исход таким же справедливым и таким же удачным в моем случае или нет? Да, Соломон верно рассудил, мудрый он такой человек, но убоялись они царя после этого. После этого случая. На первый взгляд попахивает какой-то неадекватный, да? Сексон дочку. Попахивает чем-то таким не совсем благоразумным, правда? Но давайте копать дальше. Мы сейчас поймем суть и пазлики начнут потихоньку складываться у вас. Если бы вдруг материнская любовь не победила, Соломон бы убил ребенка. Этот прием разделения человеческого существа связывает Соломоновое решение с практикой жертвоприношения в Древнем Израиле. Отколько мы говорим о Библии, мы говорим об львейских временах. А давайте перенесемся чуть-чуть дальше, на пару сотен лет назад. Хотя в Библии это там буквально несколько сотен страничек назад. И мы вспомним об Аврааме, который должен был принести жертвы. И он таких приносит. Он разрезает части животных. Я делал закладочку, да, сделал. Давайте мы прямо из первого источника сейчас вкратце зачитаем предысторию. То есть ему нужно было принести жертвы. Он эти жертвы приносит, разрезая их на части. Отгоняет он хищных птиц, которые пытаются съесть эти жертвы. Он борется со сном, чтобы, в общем-то, эти жертвы стали угодны Господу. И звери не растащили их раньше времени. И что происходит в итоге? Зашло солнце, и наступила тьма. Вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. И в этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав, что я буду тебя защищать и берегать, в общем-то, давать тебе всяческие блага. То есть он принял эту жертву, она была ему угодна. Снова и снова мы возвращаемся к теме жертв. Теме жертвенности, что непременно. Жертвой может быть только кровь невинно убиенного. Либо животных, либо, как в данном случае, мы видим ситуацию с младенцем. Вспоминаем мы с вами ситуацию с новорожденным сыном незаконно рожденным Давида и Версавии. Вспоминаем мы, в конце концов, жертву Иисуса Христа, как невинного, безгрешного человека на земле воплоти, который пролил эту самую кровь. То есть вот эта тема жертвенности здесь также прослеживается. Но что она нам должна сказать, о чем нам это говорит и чему нас это отсылает и с чем нас это связывает. Еще раз наберитесь терпения, все должно сейчас, картина у вас общая, целая сложится. Так, про Афрама я вам сказал, царь Саул, также была ситуация, Саул-то был перед Давидом, Давид, напоминаю, это сын Соломона, он будет рассечь тоже на части пару валов и посылает во все пределы израильские, как знак для созыва израильского народного ополчения против врагов-аммонитян. Итак, рассеченные на части соответствуют практике принесения жертв древними. Ну, это и так уже было понятно. Это как итог. То же самое произошло бы, если бы материнская любовь не победила жестокую мудрость Соломона. В конце концов, материнская любовь, в которой Соломона в решении устанавливает памятник, в меньшей степени олицетворяет мудрость Соломона, скорее судейский ум. И да, в большей степени эта карта нам действительно показывает не столько мудрость Соломона, сколько показывает его справедливое решение, причем справедливое человеческое решение, не Божье. Он самостоятельно выносит это решение, он никого не просит об этом, он просто со своей позиции, своими словами об этом говорит. И заметьте, в Библии, вот в данном, здесь, в этом контексте, и нигде позднее, либо ранее, это не осуждается. Это приписывается мудрости Соломона. Но кто такой Соломон? Человек. Да, ему даровано мудрость выше, но это человек. Он не опирается в данном случае на Господа, он это все делает как человек, как царь, как высшая инстанция в государстве. В чем же тогда на самом деле сказывается Соломонова мудрость, если история с решением не может претендовать на исключительность? Да, мы уже поняли, что таких случаев было много, как минимум 22. И героиней, по большому счету, является не Соломон, а является мать. Ответ в приеме поиска истины, то есть то, как, каким образом эта истина была найдена. Когда пользуется не сверхъестественным, а исключительно разумным и имеющимся в наличии средствами. Вот это самое главное, что мы должны понять из этой карты. Это не Божий суд. Это человеческий суд. Мало того, суд с использованием, если так можно сказать, подручных средств, набора тех инструментов, не в буквальном смысле инструментов, да, в виде меча, а имеется в виду юридических каких-то инструментов, то есть тех судов, тех инстанций, которые были установлены и считались принятыми в народе, которые имели правомерность и власть на законном основании, именно это и является Соломоновым решением. Именно благодаря этому производится суд, благодаря этим средствам. Вторично, здесь можно поговорить о матери, можно поговорить о, будь то там, какой-то принесенной жертве в виде ребенка, не дай Бог, если бы он был убит. Но не об этом речь. Речь идет у нас о справедливости. И это идет справедливость и правосудие человеческое. То есть это как человеческая институция, это как юстиция, это как закон, как порядок, как справедливость, как то, что записано на бумаге. И не важно, абсолютно не важно, правды перед лицом Господа или нет, правды с точки зрения мэрая перед людьми или нет, будет убит ребенок этот или нет. Задача была установить истину любыми средствами на уровне законных каких-то оснований, предписанных норм, которые существовали на то время. Давайте сразу мы сейчас перенесемся. Вот я вспоминаю огромную массу фильмов, голливудских, где я, наверное, вот эту фразу с отсылкой на пятую поправку Конституции слышу чуть ли не в каждом фильме, где присутствует так или иначе заседание суда. Если честно, я не помню, о чем там говорится в этой пятой поправке, но я постоянно помню, что даже если ты преступник, и тебя, может быть, кто-то увидел, или есть какие-то косвенные доказательства, или тебя вот прям осуждают, но ты, давайте без личностей, тот человек какой-то моральный урод, и он никому не симпатичен, и в целом общество его осуждает. Но с точки зрения юстиции, справедливости, его оправдывают, потому что нет доказательств, потому что суд не смог доказать, обвинение не смогло найти доказательства, адвокат смог отстоять, а тут уже неважно, какая из сторон сыграла лучше. В любом случае, мы видим две стороны. Да, вторая женщина сюда не попала в кадр, но мы поняли, что это у нас суд. Представляете себе, что суд, вот в современном его виде, где есть зал суда, проходит заседание, есть судья, одетый в мантию, в парик с этими буклями, или бакли, как они называются, с молоточком, все как положено. Вот так себе представляете суд. И на основании каких-то четко установленных регламентов, правил, всем встать, суд идет, удар молоточком, все как положено, введите, отпустите, наденьте наручники. Вот это и есть тот самый суд. Это и есть то, как это выглядит. Но при Соломоне, при его правлении, это еще раз отсылка к Иерафанту, отсылка к в целом биографии личности самого Соломона, просто это рассело пышным цветом. И он заложил этому основу. И оттуда стартовало, не столько даже с Римской империи, сколько со времен царя Соломона. Я неоднократно не уставал повторять в прошлой лекции о том, что Соломон был человеком, опередившим свое время. Ему впору было жить вместе с Иисусом Христом. И он во многом соответствовал больше духу Нового Завета, нежели Ветхого Завета. Давайте чуть дальше мы углубимся в эту историю, перейдем в тему мифологии, и почитаем о подобных случаях применения принципа справедливости в Библии ранее. Вообще было ли что-нибудь подобное или нет? Были ли такие прецеденты, когда вот нужно было выяснить как-то, при, скажем, обстоятельствах, когда нет свидетелей или когда, может быть, обвиняемый не хочет присноваться в совершении преступления, но надо каким-то образом выяснить, докопаться до истины, были ли вообще такие случаи или нет, до Соломона описаны в Библии? Оказывается, что были. Как минимум два. Давайте почитаем об одном из них. Вот, например, первая книга царств, 14 глава. Закладочка у меня имеется для быстрого доступа. Первая царств, 14 глава. Так, что тут, что тут, что тут, чтобы не читать все-все-все. Значит, небольшая предыстория. Саул. Саул это у нас первый царь израильский. После него был Давид, отец Соломона. И затем вот уже, собственно, сам Соломон. То есть мы понимаем, что это, ну, совершенно недавно. Я, если честно, не совсем помню, помню, Соломон не застал Саула по той причине, что Саул был убит. Ну, если бы он не был убит, то вполне возможно, что Соломон мог бы застать Саула. То есть, вы понимаете, да? Вот прямая, прямая связь. Он мог бы ему дедушкой быть, да? Вот по возрасту примерно. Учитывая, что в те времена, там, израильтяне жили достаточно долго. Значит, события происходят с Саулом. Они выступают войском против филистимлян. Как всегда, просят Господа о том, чтобы он помог поразить врагов. И случается то, что они не могут сражаться против них. Они устали. Кого-то они поразили. Кто-то, значит, филистимляне побежали. Спас в тот день Израиль. Да, то есть, они смогли там превозмочь, но очень было тяжелое сражение. Не так-то легко отодавалось. И оно еще не было закончено. И вот под конец дня люди израильские были истомлены в тот день. А Саул, царь, заклял народ, сказав, проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. И никто из народа не вкусил пищи. То есть, исходит царский указ во время прям войны, вот здесь и сейчас, что люди, потерпите, да, сохраняйте как-то пост для того, чтобы нам Господь помогал. И вот пока мы не отомстим филистимлянам, не употребляйте пищу, иначе будет проклят тот человек. Именно проклят, да, я не убью, не накажу этого, а речь идет о проклятии. Это важно. И пошел весь народ в лес и был там на поляне мед, дикий мед. И вошел народ в лес, говоря, вот течет мед, но никто не протянул руку свою к рту своему, ибо народ боялся заклятия, ну, то есть проклятия. Иоаннафан, Иоаннафан это сын Саула, родной сын, он же не слышал, когда отец его заклинал народ и протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обротил рукой к устам своим и просветлели глаза его. То есть, он поел. Не столь суть, что произошло в конкретике, а в том, что заклинает Саул ничего не есть, Иоаннафан, сын его родной, об этом не знает и не слышит, он употребляет мед, ему становится хорошо, замечательно, приятно, он тем самым нарушает слова Саула и на него ложится проклятие. Ну, его слова Саула имели действие, имели силу, представьте, что он обладал какими-то магическими способностями, он проклял, индукцию нарушил, на него ложится проклятие. И далее получается, что сейчас, сейчас, сейчас. И дальше Саул спрашивает, я просто пропускаю, не нужные стихи, Саул спрашивает, вопрошает напрямую к Господу, что нам делать, как поступать, когда нам идти на филистимлян, когда не идти. А Господь молчать не отвечает ничего. Ну, то есть, раньше отвечал, вчера еще отвечал, пока, когда они нападали, сегодня не отвечает. И он понимает, что кто-то, наверное, согрешил, то есть, проклятие какое-то лежит на народе, и что, иначе он молчит. Тогда Саул сказал, пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают, и узнают, на ком грех ныне. Ибо Господь, ибо жив Господь, спасший Израиль, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то есть, даже если и на сыне моем, уже не важно, на ком, да, грех, даже если на сыне моем, то и он умрет непременно. Но никто не отвечал из народа. И дальше что происходит? Дальше происходит, что и сказал Саул, Господи Божий, Израиль, дай знамение, и уличены были и Иоаннафан, и Саул. То есть, с одной стороны, стала царская семья в виде Саула и Иоаннафана, с другой стороны, весь народ. И дальше тянулся жребий. В разных переводах Библии несколько по-разному. В одном из переводов говорится как о знамении, в другом переводе говорится как рим и тумим. Мы дальше перейдем к конкретике, по рим и тумиму, что это такое и для чего это применялось. В общем, так или иначе, выясняется, что грех ложится со стороны царской семьи. Еще раз тянуть жребию, выясняется, что конкретно на Иоаннафане. И сказал Саул Иоаннафану, расскажи мне, что сделал ты? И рассказал ему Иоаннафан, и сказал, я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть. То есть Иоаннафан понимает, что он из-за его действий навалил проклятие на весь израильский народ, из-за чего может погибнуть, уже погибли люди, может погибнуть еще большее количество людей. И теперь, и теперь что получается? Что нужно непременно слово Саула привести в действие, потому что, во-первых, он проклял того, кто не будет поститься. Когда он понял, что кто-то таки нарушил запрет, он сказал, что убьет того человека, то есть будет угрешен тот человек, который это сделал. Мало того, сейчас, секундочку, это важно. Да, чуть-чуть ошибся. И получается, что теперь Иоаннафан должен умереть. И сказал Саул, пусть то и то сделает мне Бог и еще больше сделает, ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть. То есть, как бы мне не было больно, тяжко и печально, но, сын мой, извини, я тебя убью, ибо я дал слово, и я должен его выполнить. Но народ сказал Саулу, Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого. Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне, и освободил народ Иоаннафана, и не умер он. Что здесь главное, на что мы должны обратить внимание? На то, что происходит аналогичный случай, но в результате никто не умирает, и виновный определялся несколько по иному пути. Тянулся жребий, который должен был указать на виновную сторону, и только потом должен был быть произведен суд по какой-то справедливости, установленный Саулом. Но он не был произведен, потому что народ просил, что, мол, недостоин Иоаннафан того, чтобы быть убитым. И с точки зрения человеческой морали это правильно, но не это нас сейчас интересует. Вернемся к этому чуть дальше, давайте сразу перейдем ко второму случаю. Какой же второй случай, когда также аналогично было сложное какое-то принятие решения с неизвестными, так сказать, прегрешениями, и как там выяснялась правда? Человеческим путем или божественным? Так, книга Иисуса Новина, седьмая глава. Так, 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 так. Тоже речь идет о военных действиях, о конфликте. Иисус Новин во главе с израильтянами выступали они против... против, 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 не вижу кого. А тут это и не важно. В общем, идет около трех тысяч человек из евреев. Жители гайские убили из них, вот против гайских жителей, убили из них до тридцати шести человек и за ними погнались. То есть, получается, что, как бы, проиграли какое-то короткое сражение евреи с жителями Гаи. Иисус разобрал Иисус Новин, имеется в виду, разобрал свои одежды. Иисус Новин, так, чтобы вы себе даже в голове откладывали это на будущее, это предшественник после Моисея. Вот Моисей вывел из египетского рабства и после смерти Моисея Иисус Новин стал предводителем народа еврейского. Иисус разобрал одежды и пал лицом своим на землю предковчегом Господним, лежал до самого вечера он и старейшины Израилева и посыпали прахом головы своей. И дальше взывает Иисус Новин Господу, говорит, для чего ты вообще вот это вот все сделал, для чего ты так нас опозорил, зачем ты опозорил в первую очередь свое имя, для чего ты убил невинных людей и вообще для чего ты вывел нас из земли египетской и вот перейдал через реку Иордан для того, чтобы мы сейчас здесь все умирали. Зачем нам все это? Господь говорит, Иисус, устань, для чего ты пал на лицо твое. Израиль согрешил, то есть народ израильтяне согрешили и приступили они завет мой, который я завещал им и взяли из заклятого и украли. А там речь была о том, что перед тем, когда они должны были нападать в предшествующих главах, они не должны были брать себе никакого имущества у завоеванных народов, ничего не утаивать, то есть себе лично не брать, награбленное, ну, в общак, жен ни в коем случае не брать, ну, там были свои предписания. И они нарушили. То есть он говорит, что он прям Господь отвечает Иисусу на вину о том, что взяли. То есть правда выясняется, вот в этом первом уже приближении и выясняется путем божественного, это еще не суда, но предвидения, ну, как сказать, информирования, да. То есть в данном случае высшие силы являются тем фактором, который выявляет правду. «Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими и обратили ты врагам своим. Встань, освяти народ и скажи, освятитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятый среди тебя Израиль, потому ты не можешь устоять перед врагами твоими. И дальше, завтра приходите, подходите все по коленам вашим». То есть вначале по коленам. Знаете, на что это похоже? Вот коль вы меня смотрите, то естественно, что вы практикуете с картами ТРО. И есть определенный вид раскладов, когда надо понять информацию методом исключения. То есть вначале мы смотрим, условно говоря, две ветки возможного будущего. Покупать недвижимость, либо не покупать. О, покупать, хорошо. А теперь еще покупать дом, либо квартиру. О, дом, хорошо. А вот среди домов какой покупать? Вот этот, вот этот, либо вот этот. Или там в таком, в таком, в таком населенном пункте, в таком-то. В общем, вот это разветвление можно делать много раз, для того, чтобы докопаться до какой-то истины и прийти к какой-то конкретике. Потому что здесь и нужна была конкретика. Кто же конкретно согрешил, кто же конкретно что-то взял из-за предного, из-за чего 36 человек на секундочку погибли, из-за какого-то одного мудака. И он говорит, что на следующее утро подходите все по коленам вашим. То есть 12 колен Исраилевых, каждый пусть по отдельности, каждый колено подходит в начале там Иудина, Вениаминова, Левина и так далее. Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. То есть вот уже определилось, какое колено согрешило, а потом разделяем по племенам. После разделения по племенам по семействам. Семейство, которое укажет, пусть подходит по одному человеку. И в конце концов выясняется, что находит облеченному в похищении и его подлежит сжечь огнем и все, что у него есть, за то, что он приступил за ветм Господа и сделал беззаконие среди Израиля. Не буду читать дальше, что произошло. Нашли этого человека, Иисус Лавин на него спросил, он чистосердечно признался, но закон неотвратим, его сожгли. Вот этих два случая нам говорят о чем? о том, что были подобные до Соломона трудно разрешимые ситуации, где нужно было выяснить некую истину, потому что, как вы видите, ни в одном, ни в другом случае истина не могла быть известна, либо самостоятельно, никто бы в этом не признался. И это все выясняется путем божественного вмешательства. И это является большим отличием от того суда, который делает Соломон, когда истина выясняется только с помощью рук человеческих, с помощью именно Соломонового суда. Соломон судья положил конец вынесению приговоров с помощью жребия. То есть, что в одном, что во втором случае, с помощью жребия Господь указывал, то есть, через жребий Господь указывал на виновника, что в одном, что во втором случае. При Соломоне побеждает природное судопроизводство, когда решение остается не за Богом. Соломоновое решение следовательно означает победу просвещенного суда и является указателем в развитии истории права. Еще очередное подтверждение просто необычальности в то время правлению Соломона, как личности в целом и как то, что он заложил основание того, что он заложил. Хоть оно и выглядит в виде каких-то легенд, повествований, но когда мы читаем между строк, когда мы докапываемся до сути, мы видим как раз вот то самое главное, что заложено, то самое главное, что нам следует понимать. И тогда вся целая картина складывается и становится нам более понятной. Более того, Соломоновое решение означает крах любой формы священного вынесения приговора, который, насколько это можно установить, находился в руках священников. Тоже важный момент. Ведь непосредственно сам Господь спускался, являлся в виде светящегося облака или какое-то знамя не давалось или что-то такое прям сверхъестественное происходило. Нет. Это был так или иначе все равно какой-то гадательный инструмент. Но он уже находился в руках людей, в руках какой-то конкретной группы священников, которые выносили это решение. Да, и было такое колено, колено левитов, колено левия, которым давалось исключительное право устанавливать, виновен человек или нет, тащить жребий тот или иной. Читаем дальше по этому поводу. предсказанием занимались жрецы. Такой способ обращения Господу за решением проходил вероятно перед старинным культовым предметом эфодом. Не будем сейчас отдельно в него углубляться, можете загуглить эфод, что-то такое, сделан из металла, золота, драгоценных камней. Еще Давид предположительно спрашивал священников перед эфодом о важных решениях, которые касались преимущественно военных походов. Так, чтобы вам было более понятно, коль эта тема нам с вами очень близка в плане карт. Вот теперь представьте, что подобное решение, назовем его судебное решение, либо решение о жизни и смерти, выносится с помощью карт. Приходят к вам две женщины, сын из которых один мертвый, а второй живой, и каждый из них говорит, что ее сын остался в живых. И вы должны с помощью карт сейчас вытащить, чей все-таки это сын, и отдать ей сына, а вторую сторону наказать. Причем наказать не штрафом, а смертью. Вот представьте себе на секундочку, с помощью карт вы должны сделать вот такое решение. Взяли бы вы на себя такую смелость, даже если вы практикуете карты Таро очень долгое время, и вы уверены, что обладаете талантом, взяли бы вы на себя такую смелость, подумайте об этом. Именно то происходило, о чем мы сейчас говорим. У определенной группы людей было исключительное право с помощью определенного магического инструмента, жребий, мы сейчас перейдем дальше к названию, как он конкретно мог называться, и как он могло выглядеть, но это был какой-то инструмент, с помощью которого получали волю Господа, и определяли, кто виноват, а кто нет. Да, и в одном и втором случае в Библии сказано, что и Анафан признался, что он таки мед вкусил, что вот тот человек, я не помню, как его зовут, признался, что он золото намыровал чужого и спрятал у себя его в шатре. Оба признались, но до истины докапывались вот именно таким путем. Особая роль в божественных решениях отходил и с левитом. Я уже сказал, да, колено, одно из 12 колен. На это указывает во всяком случае древнее изречение из закона Моисея. И о левии сказал Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем. Вот тут уже видят упоминания об Уриме и Тумиме. Сейчас мы о них чуть подробнее поговорим. В Библии нет вот прям конкретно описания самого Урима и Тумима ни способа их использования. И этимология этих слов не осна, то есть их происхождение, конкретное трактование не совсем описано конкретно, но мы сейчас чуть будем докапываться до этого глубже. Известно только, что на Эфот первосвященника, мы уже ранее слышали про этот Эфот, который сделан из металла нагрудный, налагался на перстник, в который вкладывали, извините, вот как раз на перстник, это и было то, что из металла, в который вкладывали Урим и Тумим. Тут есть ссылки, загуглите, посмотрите. После Давида упоминаются неимеи. Урим и Тумим были жребием. Это был один из трех, наряду со сновидениями и пророчествами, дозволенных способу предсказания будущего по времену становления еврейского народа. предсказания, то есть пророчества, сновидения и жребий Урим и Тумим это были три способа, как можно было получить волю Господа. И вот в этих двух случаях, о которых мы читали, где в одном случае чуть не убили Иоаннафана, а во втором случае убили человека, его семью и все имущество было сожжено, суд вершился с помощью божественной воли, так это преподносилось, но посредством того, что эту волю выявляли, изрекали и трактовали жрецы из колена Левита. Первое серьезное применение этого жребия изложено в книге Иисуса на Вина, мы об этом как раз и прочитали, там, где вот нашли человека, который виноват в смерти 36 евреев. Наиболее позднее упоминание об Уриме и Тумиме относится ко времени Давида. После этого предсказания от имени Бога делались исключительно пророками. По возвращении из Вавилонского пленения, когда использование Урима и Тумима прекратилось, решение сложных вопросов откладывалось, далее цитата, «доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом». Если мне память не изменяет, вот это «доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом» это была такая отсылка к грядущему Мессия, к Иисусу Христу, который должен будет прийти в будущем и право которому будет дано судить образно, говоря, с помощью Урима и Тумима, то есть пока не появится наконец-то вот тот настоящий священник, в чьих полномочиях и правах будет судить с помощью Урима и Тумима, потому что он не совсем человеком, потому что он будет мессией. Некоторые исследователи усматривают в Септуагинте в первой книге Царств мы читали вот это событие, текст Библии на иврите он отличается от греческой версии. Пример использования Урима и Тумима. Далее цитата. И сказал Саул, Господи Божий Израилев, почему ты почему не дашь ты сегодня ответа своим слугам? Если вина на мне, дай Урим, а если вина на твоем народе Израиля, дай Тумим. То есть в нашем переводе в Библии такого там нету. Но повторю, что есть Библия именно древняя рукописи на греческом и на еврейском языке. И вот там именно вот эти строки несколько отличаются. Там появляются новые иероглифы, которые как раз визуально и выглядят как вот эти вот слова Урим и Тумим. Употребление глаголов, тут далее еврейские иероглифы, применительно к Уриму и Тумиму позволяет заключить, что это был своего рода жребий. То есть либо камешки, либо палочки. И значение слов на иврите не совсем ясно и понятно. Возможные варианты перевода таковы. Светы и совершенства. То есть Урим и Тумим это не как черное и белое, а как какие-то скорее дополняющие вещи. Светы и совершенства. А в Септуагинте на греческом языке это переводится как свидетельство, сообщение, доказательство, память, истина, правда. То есть это как опять же гадательный инструмент, который должен был явно указать на кого-то. как вопрос да и нет, что ли. Да, вот может быть даже так. В Ульгате доктрина этого ритес учение и истина. Это так переводится Урим и Тумим учение и истина. В церковнославянском переводе Библии явление и истина, а в синодальном переводе Урим и Тумим. То есть в зависимости от того, какой это перевод. В принципе синодальный перевод самый распространенный, один из самых распространенных в русскоязычной версии. И там тогда были встречаться Урим и Тумим. Мы с вами выяснили, что это. Это гадательный инструмент, с помощью которого жрецы определяли волю Господа и они говорили, Господь сказал так. С левитами мы уже однажды встречались. Помните, когда мы разбирались с вами случай, когда Моисей был на горе 40 дней, на Синае, и Аарон сделал золотого кельца, по просьбе евреев. Они стали поклоняться, вот тогда спустился Моисей, раздневался, разбил каменные скрижали, и левиты тогда, именно левиты, они исполнили волю Господа, так Господь сказал. Они прошли по всему народу и убили в каком-то, там не сказано, по какому принципу они определяли, кто наиболее виноват. Но было убито около 3000 человек. И именно исполнителями, и скорее всего и обвинителями, вполне, по конкретному уже случаю, были определены с помощью как раз этих самых жрецов. Напоминаю, что и Моисей, и его брат Аарон, они исходили из колена левия, то есть они как раз состояли в колене этих самых жрецов. Им, в том числе, небольшое отступление, не полагались земли, в отличие от всех остальных 12 колен израилевых, но полагалась уплачиваемая десятина для них, для того, чтобы они все в свое свободное время могли посвящать служение Господу, жертвоприношениям, и, в общем, все для того, чтобы Израиль мог благоденствовать. Но как такового своего имущества у них не было. Вся их задача служение Господу. С левитами мы уже однажды встречались, когда речь шла об архаичном предотвращении кровавых деяний возле Герасинай. Они выступали не только как верные Яхве, Яхве это имя Бога, одна из версий Игвыгы, Ягова, Яхве, кровные мстители, но и способствовали смягчению уничтожающей силы кровной мести. Теперь мы видим, что левиты были выбраны также и для того, чтобы проводить божественные решения при помощи оракулов Тумима и Урима. Если мы рассмотрим Соломоновы решения в этой связи, то станет понятным, что царское судейство Соломона было направлено против божественных решений левитов. И вот сравнивая то, что было до Соломона в аналогичных случаях и теперь суд Соломона, мы видим опять же столкновение в аналогичных каких-то судопроизводствах двух разных миров. Божий суд и суд человеческий. И это еще еще одно из того, что при Соломоне на голову не налазит. Наряду с его открытостью, наряду с его современностью, наряду с его какой-то такой нетрадиционностью, незажатостью, а наоборот открытостью всему миру. Видим здесь прям целое новаторство. Одно из очередных судопроизводств. архаичность поиска правосудия, присущая левитам, была окончательно вытеснена Соломоном на правовой жизни, из правовой жизни, простите, так что смогла появиться просвещенная и разумная юстиция. Вот прям возвращаемся к арте Justice, которая на английском языке переводится на русский как правосудие или юстиция та же. Вот мы видим, что это вот прям именно то, что есть, вот прям в десяточку. Очень хорошо поработали составители колоды Лос-Караберу, то, что на первый взгляд было не совсем понятно, и почему было выбрано так, когда ты детально разбираешь, начинаешь разбирать карту, но их пока не так много разобрано, но тем не менее ты понимаешь, что ребята не просто так там свой хлеб едят. Работали основательно, разбирались, копались, во всяком случае те три карты, которые мы уже прошли, во всем видно, что это именно так. Даже там, где казалось, это несколько может быть притянуто за уши, но когда ты начинаешь копаться насчет той же бифи, казалось бы, дочь фараона, которая почти ничего не сказала, но когда ты начинаешь копаться в глупо, понимаешь, вот оно, ребята молодцы, стоит их похвалить в этом плане. Очевидно, царскому правосудию подлежали только особые, да, вот еще вопрос какой у нас, остается вопрос, какие случаи разрешались царским судом, то есть рассматривали царским судом, но ведь не каждый такой случай, не каждый же пустяк, то есть, и скорее всего, очевидно, что подлежали только особо тяжкие преступления, например, когда шла речь о предательстве, о государственной измене, пример, например, был с царем Саулом, который приказал умертвить священников, или вот, как случай, между Соломоном и Адонией, помните, его брат, когда также он приказал его убить, несмотря на то, что тот схватился, нет, это не тогда он схватился за рога жертвенника, это тогда он его помиловал, после он его убил, когда он пожелал взять жену своего отца. То есть, вот такие какие-то, да, необычные случаи, они рассматриваются, как высшая судебная инстанция, как царский суд. Далее, под царское правосудие подпадали, пожалуй, те случаи, в которых местная власть не могла решить дело, например, когда царь Давид велел казнить убийцу Саула. Несмотря на то, что Саул и Давид враждовали, но это не помешало Давиду совершить справедливое возмездие и суд, когда Саул был убит. Тогда также было вынесено царское решение о том, чтобы были наказаны виновные. И, наконец, случаи, когда местные авторитеты просто не справлялись. Да, вот надо было обратиться в высший какой-то суд, и тогда тоже шли к царю. Тут можно перевести Соломоновые решения, сообщения сторон противоречили друг другу и нельзя было получить свидетельских показаний. Ну, то есть, то, что мы и увидели с вами в этой, казалось бы, уже в простонародье существующей легенде относительно 22 версии, которые были до, которые были после, и которые прям витали в воздухе, и потом их приписали Соломонов. Вот это вот событие по поводу рассечения младенца, ну, чуть ли не рассечения младенца. Но это все просто было сделано, дабы показать, что дело было запутанное, дело было сложное, то есть, придать этому делу особую, не то чтобы важность, а почему, собственно, к Соломону пришли. И мы вначале об этом говорили. И по поводу того, что это блудницы, и по поводу того, что нету свидетелей, по поводу того, что нет явно обвиняемой и пострадавшей какой-то стороны. То есть, каждая из них обвиняет друг друга. И все это говорит об каком-то исключительном деле. То есть, местные явно не могли с этим справиться, потому оказались у Соломона. А как относился Соломон к традиционному малому судопроизводству? Так называемые суды у ворот. У евреев до Соломона существовало в больших городах, в густонаселенных, перенаселенных городах, тоже такое понимание как суд у ворот, когда любой человек мог выйти к воротам рынка или какой-то главной площади и собрав возле себя, скажем так, какую-то массовку толпу, призвать старейшин и тех людей, которые сама бы толпа выдвинули как наиболее мудрых, наиболее разумных людей из своего населения, дабы они разрешили дело этого человека. Это называемый суд у ворот. То есть, что-то такое местное. И как бы были ли споры какие-то вот у Соломонового суда вот с такими местными судами? Нам ничего неизвестно о том, взял ли Соломон правосудие у ворот в свои руки, но кажется, что царский суд существовал наряду с судом у ворот. Знак того, что Соломон не был авторитарным государем, мы об этом уже говорили. Напоминаю еще раз, посмотрите, Иерафант, там очень широко и полно открыта личность Соломона и по всему видно, что это не был авторитарный человек. Человек был близок к народу, который опустил себя до уровня простых людей, а простых людей возвысил до уровня царя. Что в плане обязательств каких-то моральных, что в плане получения знаний и мудрости, которые были доступны ему, так и в равных шансах стать богатыми и быть свободными. Евреи тоже это имели. Свободу. Мудрый царь Соломон уважал оправдавшие себя традиционные правовые формы. И давайте также еще поговорим о знании о добре и зле. Помните, что после жертвоприношения в Гаваоне, когда снится ему Господь и он просит, он говорит, проси, мол, чего хочешь, и он просит, кроме того, чтобы быть справедливым судьей, дабы управлять над народом, но также понимание, что такое добро, что такое зло. Вскользь об этом, может, не вскользь, я уже не помню. Я об этом рассказывал в карте Иерафант, но вот сейчас в разрезе как раз карты Джастис стоит об этом поговорить детальнее и подробнее по поводу, что такое добро, что такое зло. Случай с Давидом. Случай с Давидом, когда Ависсалом убил Амнона. И Ависсалом и Амнон это также сыновья Давида, но от разных жен, и случилось так, что Амнон, он изнасиловал сестру Ависсалома. И Ависсалом долго вынашивал план вместе, однажды подворачивается такая возможность, и он убивает Амнона. И по праву кровной мести и сам Давид, и любые другие родственники Амнона имели право, полное право убить Ависсалома. Вдуматься на секундочку, да, то есть у него два ребенка, точнее их больше, там 10 было, но, то есть два родных сына, между собой они сводные, один убивает второго, и он может также убить того. И из-за этого Ависсалом убегает в город специальный, в городах, убежищах, где можно спрятаться как раз от руки родственников, которые ищут кровной мести. И вот давайте мы теперь почитаем, я что, все закладочки вытащил? Нет. Давайте мы сами почитаем по поводу мудрости судейской. Нам это поможет связать это с судом Соломона. Понимание вот этого самого добра и зла. Это нам чуть тоже больше расширит открывать глаза на карту юстиции в лице Соломона. Так, 14 глава. В общем, отправляет, предыстория, отправляет, дабы избежать этого пролития, кровопролития убийства Ави Солома, то есть, чтобы Давид не искал его, чтобы он его не убил, в конце концов, хоть это его родной сын, но, повторюсь, он имел на это право, он мог на него злиться за другого своего сына. Некий пророк подсылает умную фекайтянку, женщину, к Давиду, дабы она ему рассказала историю, которая отдаленно очень похожа на ту историю, которая, в общем-то, происходит у самого Давида, но она, как бы, приходит к нему за советом, она обращается как раз к царю, вот как к Соломону обратились эти две блудницы, вот она обращается к царю, к Давиду, и говорит, ему рассказывает предысторию, и дальше, что она, в общем, будет ему говорить. Да, в общем, история такая же, я не буду сейчас ее зачитывать, о том, что у нее было также два сына, они между собой поругались где-то там в поле, и один другого ударил и убил его. А у нее было всего два сына. И родственники, мол, напоседают на ту женщину, что надо убить и второго, выдай нам его, мы тоже его убьем. По как раз данному закону кромной мести, она говорит Соломону, ой, Давиду, ну как я могу его убить и вообще отдать его им, если это мой второй сын, ну и последний, то есть у меня тогда вообще уже никого не останется, и вообще мой род не будет продолжаться, я лишусь всякого потомства, и внуков не увижу, и т.д. и т.п. И что ей на это Давид отвечает, «И сказал царь женщине, иди спокойно домой, я дам приказание о тебе». Но женщина-фикоитянка, она не успокаивается и говорит, «На мне, господин мой царь, да будет вина и на доме отца моего, царь же, и престол его не повинен». И сказал царь, «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Мол, ну я даю тебе свою защиту, ты под моим протекторатом, если кто-то будет еще раз наезжать на тебя, то вот прям отправляй ко мне, ну буквально, или в переносном смысле, то есть можешь еще раз ко мне обратиться, и я эту ситуацию разрулю, можешь ссылаться на меня, что я сказал, что твоего сына не трогать». То есть вот этот закон, он же существовал, записан на бумаге, о том, что можно кровно отомстить за смерть другого человека. Давид перекрывает этот закон своим словом. Она сказала, «Помяни царь Господа, Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь, «Жив Господь, не поет и волос сына твоего на землю». И сказала женщина, «Позволь рабе твоей сказать царю еще слово Господину моему». И, в общем, там дальше продолжается разговор, и в какой-то момент Давид понимает, что как-то все это уж очень похоже на его ситуацию. И он прямым текстом у меня спрашивает, «Не рука ли Иоава, это пророк, который подослал женщину, во всем этом с тобой?» И отвечала женщина и сказала, «Ну, да, мол, ты меня раскусил, так и есть. Это все была придуманная история, на самом деле у меня никаких сыновей нету. Все это было сказано для того, чтобы тебя, царь Давид, разуметь. Меня пророк Иоава подослал, чтобы я тебе это все рассказала, и ты, в общем-то, Ависсалома не преследовал. Чтобы притчью дать делу, такой вид, раб твой Иоав научил меня, но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И в итоге он и не убил Ависсалома. Ависсалом был освобожден, он приехал в Иерусалим, и на данном временном отрезке, во всяком случае, в разрезе этой ситуации с ним все было хорошо. То есть мы здесь видим, что вот это понимание, напоминаю, что мы сейчас будем с вами разбирать знания о добре и зле, что такое добро и зло, о чем просил Соломон во сне своем у Господа, чтобы он дал ему такое понимание. Если сравним судейскую мудрость Давида, вот то, о чем мы только что прочитали, и Соломоновые решения, то нам придется разочароваться в Соломоне. Потому что Давид, он по сути спас человека, а Соломон, он как бы был готов погубить человека, разрубить младенца. Так как его решение состоит лишь в умном применении средств для поиска истины. Мудрость Давида, напротив, понарвала основы всей правовой традицией и покончила скромной местью. А на самом деле выглядит ситуация несколько по-другому. И еще раз. Давид с точки зрения морали поступил хорошо, но с точки зрения буквы закона, где наша карта, юстиция, это буква закона, это суды, это справедливость, это чаши весов, это договоренности между людьми. Так вот, Давид нарушил эти договоренности. Он своим указом, царским словом нарушил их. Тогда как Соломон, наоборот, имеющимися средствами, он только это подкрепил и поддержал. Как же на самом деле Соломон представлял себе знание о добре и зле? Вера в истинность и силу материнской любви? Так получается, что ли, да? Что такое было для Соломона понимание добра и зла? Он что? Знал, предполагал, мог предвидеть, он там ясновидящим был, что вот сейчас эта вот мама вскочит, будет умолять, и все вокруг узнают, чей на самом деле это сын. На это он только полагался. То есть на такой случай. Мудрый судья уже не судит с высока, а создает условия, в которых истина проявляется сама собой. Мы об этом говорили ранее, что он пользовался имеющимися средствами, которые вот существовали в том обществе в то время, не прибегая к каким-то всевышним силам и помощи, а создавая условия и договоренности между людьми. Это было главное. То есть выводя суд, закон, правосудие, справедливость, юстицию на уровень новых человеческих взаимоотношений. То есть это поднятие уровня морализации нации на совершенно новую высоту. То, чего не было до Соломона. Вот это то, что скроется в этой самой легенде, в этом событии, которое изображено на карте. Помните, где еще упоминалось о добре и зле? О древе познания добра и зла, которое находилось в райском саду, от которого вкусил Адам с Евой. Они узнали, что такое добро и зло, но для них на тот момент это стало чем? Чем-то хорошим? Чем-то прекрасным? Нет, для них это стало чем-то ужасным и плохим. Они, во-первых, узнали о своей наготе. Ничего, скажем так, лучшего для них это не принесло, кроме того, что они стали понимать, что такое добро и что такое зло. Но в результате были выгнаны из рая. Человек потерял райское счастье, когда попытался познать добро и зло. Это печальный урок, который нам дает библейская история о первых людях. Ну, я бы это только что сказал, но с Соломоном мы вступаем в другой мир. Ему не отказывают в познании добра и зла, да, во сне, когда он просит у Господа. Наоборот, это знание ему предоставляется. То есть, то, чего люди под запретом смерти не должны были вкушать от древа познания добра и зла, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Будешь в поте леса, потом дальше говорил ангел, возделывать землю, ты будешь в мухах рождать детей. То есть, вот все сводилось к тому, что вкусить от древа познания добра и зла это самое ужасное, что вообще может быть. И тут же, спустя какое-то время, Соломон во сне просит понимание, что такое добро и что такое зло, это преподносится как высшее благо, и Господь еще этому благоприятствует и говорит, что вот ты это все получишь, мало того, еще и сверх тебе насыплю. И богатство, и благодейство, и всего-всего, и слава, и признание. То есть, получается, что мы здесь, с Соломоном, вступаем совершенно в другой мир. Господь не накладывает никаких запретов на вот эти знания, на познание, что такое добро, что такое зло. Стремление это не приводит ни к какому счастью, но оно, оно не отдает человека на призвол судьбы, а превращает это знание в качество, присущее царям, посредством чего правят и вершат они свой суд. Да, это не возвращает человека в сад Эдемский, это не дарует ему некое счастье, но это открывает глаза на понимание принципов справедливости и дает возможность вершить справедливый человеческий суд, без того, чтобы прибегать к помощи Господа Бога. Возможно, и вот если так, ну, убрать все ужасное, что случилось с Эдомом и Евой, а вот чисто вот взять понимание добра и зла, то вот представьте, что в какой-то момент это Соломон вкушает с дерева познание добра и зла, и он становится мудрым, и у него открываются глаза, и он теперь знает, как хорошо и справедливо управлять народом Господа. Вот именно это, и хотят нам сейчас сказать и донести, что вот это понимание добра и зла, которое сокрыто в Соломоне, именно это такие общечеловеческие моральные принципы, все уже не надо, теперь за каждым вопросом бежать к жрецам, Господу, и там выспрашивать, и выискивать. Мы сами между собой разберемся, мы дошли, мы доросли до такого уровня, что мы люди можем с вами договориться, я с тобой, мы можем порешать, я говорю, что вот так, ты соглашаешься, ты говоришь, что это вот так, я тоже соглашаюсь, мы пожали на другую руки, проходит какое-то время, и в результате спорных ситуаций мы вспоминаем, о чем мы договорились, и каждый из нас придерживается этого слова, потому что мы честные люди, мы знаем, что такое добро, что такое зло, и мы придержимся ранее сказанных наших с тобой, нами с тобой договоренностей. Вот именно об этом и идет речь. Проклятию преродителей, которое падает на познание, противопоставляется ясная, просветительская, высшая ценность знания о намере и зле. Левиты и царь, Левиты и царь, подзаглавочек, что я тут хотел сказать, значит, Соломон, если Соломон в Гаваоне якобы ничего не слышал, да, по поводу левитов, вспомним, о чем это идет речь, да, в Гаваоне он приносит много вот этих жертв, помним, что в Ковчеге Завета лежат скрижали, где кроме десяти заповедей также содержатся законы о том, как следует вести себя израильтянам, помним, что есть отдельное двенадцатое колено левитов, которое как раз жрецов, которые продвигают все это в массы, которые следят за тем, чтобы это выполнялось, и на которых возложена вот эта вот обязанность одновременно быть судьями, но не человеческими, а в большей степени как божьими, но при этом они пользуются больше какими-то человеческими инструментами, типа там, жребьев, снов и пророчества, дабы извещать волю Господа. Значит, что? Если Соломон в Гаваоне ничего не слышал о законе Божьем Моисея, а почему он мог об этом не слышать? Потому что израильское государство оно состояло само собой из множества колен, из двенадцати, но также оно из двух отдельных государств, израильского, иудейского, северного и южного. Так вот, это не было рядом, это не было вместе. Иерусалим, он был на стыке, я сейчас точно не помню, к какому он относился, иудейскому, либо израильскому государству, но он был больше на стыке государств. А Гаваон это противоположная сторона от того государства, где находились левиты и где находился как раз скрижали завета на тот момент, когда он был в Гаваоне. Так, значит, церемония на горе Гевал, то вполне естественно, что он не принимал этого во внимание. То есть, когда он в Гаваоне просил о понимании добра и зла, он мог и не знать о существовании у левитов вот этого самого Моисеева Десяти заповедей и всех остальных законов, которые там записаны о каменных скрижалях. Он мог об этом не знать. То есть, у нас, повторюсь, сейчас есть Библия и есть некая какая-то хронология событий от момента сотворения, мы дальше-дальше двигаемся. Не было этого всего. Это все написано уже после Соломона. То есть, мы доподлинно не знаем. И вполне логично мы можем это предположить, и это больше выглядит правдой. Почему он просит о понимании добра и зла? Потому что он не читал, он не видел, он не знал. Ему никто не давал этих каменных скрижалей. Он несколько чуть-чуть другим путем идет. Тот же Господь, тот же Всевышний, но чуть по-другому. Отсюда, отсылка к Иерафанту, они столь удивительны. Поклонение Астарте, Ваалу, Малоху. Ну, там отдельно послушайте. Он мог не знать, и основания для этого налицо. Суд Соломона был Иерусалимским царским судом. Мозаицко-Левицкий суд, напротив, это Североизраильский суд кочевников. Вот есть разница между вот как это, аподектические законы и казуистические. Разница в том, что одни запрещающего рода, а вторые причины следственной связи. Казуистические, это причины следственной связи. То есть, если ты сделаешь вот это, вот это, то будет то-то. А вот это слово сложное, аподектические, это как раз, как 10 заповедей. Ну, кроме там двух, они такие носят оптимистический характер. А те, не убей, не укради, не прелюбодействуй. То есть, просто как запрещающее, как четкий закон, без причины следственной связи. Еще раз. И они как раз больше относятся к периоду кочевнической жизни израильтян. Тогда как казуистические законы, они больше относятся уже к оседлой жизни. То есть, несколько иному мировоззрению жителей на то, как их следует судить, между собой, как разрешать какие-то споры, ну, все, что не касается каких-то вот явных божественных принципов. Родовой суд мозаистов и левитов аподектически представляется как закон божий, а суд Соломона напротив оказывался просвещенным. При Соломоне суд подвергается секуляризации, то есть, он освобождается от религиозной прерогативы. Очень много сегодня слов накидаем новых, надо будет их все выучить и периодически в своей последневной речи их использовать. Вот там секуляризацию, там кому-то скажу секуляризация, пусть думает, что я хотел сказать. В общем, освобождение от религиозной прерогативы. Соломонов суд больше не нуждается в ужасных формах проклятия, чтобы предать ценность заповедям, а полагается на истину, которая открывается в процессе судебного разбирательства. То есть, уже никаких «ты обязан» или «будь проклят кто», они не являются приговором. Закон Божий человека любив, он апеллирует к всеобщей ответственности людей. Задача Соломона, как правителя, была воспитать общество высокоморальное. которое не надо было держать в ежовых рукавицах, жесткими ими управлять. Им надо было дать мудрость, Божий закон, развивать их духовно, дать им свободу и право выбора, возможность быть бедным либо богатым зависело от человека, у всех равные права и возможности, и возможность на справедливый суд, где уже не будет этого «будь ты проклятым», еще раз, око за око, зуб за зуб, то есть, а все сводится к тому, что у людей есть какая-то общая ответственность. Еще раз, что такое закон человеческий? Мы с вами все собрались, 10 человек, 20 человек, коллектив некий собрался, не надо представлять в рамках целой страны, и договорились, что мы вот вместе с вами живем в этом доме. Этот дом нуждается вот в этом, в этом, в этом и вот этом. Согласны все? Согласны. Кто-то не согласен, обоговорили, добавили пункты, все уже согласны. Нам нужно делать для того, чтобы его поддерживать то-то, то-то и то-то. Согласны? Согласны. И в общем, так вот по каждому пункту мы проходимся, мы все приходим к какому-то общему консенсусу, возможно, наделяем кого-то какими-то обязанностями. Если никого не наделили никакими обязанностями, то, во всяком случае, каждый из нас договорился друг с другом в первую очередь о том, что мы обязуемся выполнять то-то и то-то для того, чтобы никого не обижать, и каждый жил в мире из-за иноуважений. И при наступлении каких-то спорных ситуаций мы все вспоминаем о том, что мы договорились, а дабы не забыть, не забыть, записали это все на бумаге и просто читаем это. А если уже прям возникает спор между нами, кто договорился, то мы берем независимую сторону, которая не живет с нами, не заинтересованная сторона, наш сосед, причем не рядом дом, а через две улицы, но чтобы он вообще не был заинтересован в том, что здесь у нас происходит. И мы его наделяем полномочиями в случае чего быть судьей между нами. Вот и все. Вот то, что сделал Соломон. Он отменил какие-то... Ну, понятно, что если с точки зрения морали, то естественно, что Господь выше, чем человек, и он более прозорлив, и он лучше знает, как судить, и за что наказать, либо не наказать, и он может глубже посмотреть в истинные причины и мотивы. Но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о неотвратимости наказания, о неотвратимости причины следственных связей. Мы договорились, что будет так-то и так-то, что там за убийство будет там пожизненное заключение, либо будет казнь, за мировство там будет отсечение рук, либо там какой-то большой штраф, или рабство, или что-то еще. Мы так договорились, и вы согласились. И ты знал об этом. Теперь нам больше никто не нужен для того, чтобы тянуть жребий. Мы просто берем и это определяем. Если нужно как-то докопаться до каких-то истин, сейчас у нас там есть судебные приставы, есть следователи, есть криминалисты, то есть какие-то созданы дополнительные институции, которые помогают суду в конце концов выяснить правду. Мы увидели, что в этом примере, который изображен вот это возможное рассечение младенца. Мы видим, что он использовался подручными средствами. Он кого-то позвал, также присутствует меч, присутствуют какие-то люди. То есть в целом все выглядит как ситуация, которая говорит о том, что он пользуется исключительно теми институциями, которые уже существовали на то время и которые созданы. Не надо прибегать к чему-то сверхъестественному и докапываться до истины эзотерическим путем. Вот то, что по этой карте очень хорошо и четко прослеживается. И это нас плавненько подводит к тому, что мы можем перейти уже к значениям и более детально сравнить, соответственно, карту из колоды Уэйта, сравнить с картой из колоды Гюстава Дере. Посмотрим, что нам написал, собственно, сам Уэйт в своей белой книжечке относительно карты справедливости. И заглянем мы с вами в седьмой дом. Я даже предлагаю сделать это сразу. мы сразу и смотрим в седьмой дом. И что же в седьмом доме мы можем узнать? Во-первых, это весы. Седьмой дом. И так, чтобы я не рассказывал прям своими словами, я буду так зачитывать и параллельно, может быть, комментировать какие-то основные моменты. Седьмой дом в знаках покажет стиль взаимодействия человека со своими врагами и партнерами. Какими они кажутся ему и каким он предстает перед ними. И в частности, характер его поведения как партнера по браку. То есть, мы сразу сталкиваемся с тем, что весы, они подразумевают наличие двух сторон. Одна сторона я и вторая сторона ты. И все, что происходит вокруг нас, любое взаимодействие на любых уровнях, в том числе и в браке, ну и понятное дело, если мы говорим о каком-то партнерстве по бизнесу, деловые какие-то взаимоотношения, так же это мы сюда относим. Мир оказывается важнее и главнее человека. Да, сразу скажу, что противоположный дом седьмому дому, это у нас будет первый дом и это у нас Овин. Я уже говорил на предыдущей лекции, для того, чтобы нам полнее понять тот или иной дом зодиакальный, нам следует учитывать противоположный. Потому что именно сопоставляя один с другим, мы понимаем и мы полнее можем раскрыть тот, который мы рассматриваем сейчас. Мало того, очень часто как раз слаборазвитый дом, вот скажем, Висакта, седьмой, он и говорит о том, что очень сильно проявляется противоположный Овин, где человек индивидуалист, где человек больше эгоист, и он больше замечает себя, он явился миру, вот он появился такой, и весь мир должен вращаться вокруг него. и это может четко прослеживаться также, несмотря на то, что Висак выглядит как такой парни знак, что должен учитывать вторую сторону, но он может также проявляться как первый дом. Но давайте мы читаем по значениям зодиака. Мир оказывается важнее, главнее человека, и приходится в первую очередь ориентироваться на него в первую очередь, и лишь во вторую очередь на себя. Седьмой дом представляет оппонента, то есть вторую сторону. В его качестве может выступать не только человек, но и группа людей, ситуация определенная, или даже мир в целом. То есть человек может быть с одной стороны, и мир в целом, в другом. В таком случае это выглядит как нечто кармическое. Отличительной чертой седьмого дома является акцент внимания, стоящий на оппоненте. Снова-таки, акцент не на себе, на оппоненте. Мы никуда не делись, наше Я никуда не исчезло, но не это главное. Оно на втором месте. На первом месте оппонент, и наше взаимодействие с ним, и то, как мы с ним взаимодействуем, на какой уровне, их сейчас будет четыре, мы зачитаем, и определяет нашу степень прокачки в седьмом доме. Ну, либо человека, которому мы гадаем. То есть не так, что эта карта только черная или только белая. Есть определенные градации в разных ситуациях. Отличительной чертой седьмого дома является акцент внимания, стоящий на оппоненте, при фоновом внимании, сосредоточенном на личности самого человека. Партнерские отношения между супругами и семье, в частности, их любовь, а также семейные скандалы и сексуальные отношения. По седьмому дому идут личные соперники и личная ревность. Вообще, при включении седьмого дома тенью всегда звучит первый. О чем я уже сказал, да? На первом уровне, вот как раз первый уровень проработки седьмого дома, это такой будет самый стартовый, самый простой и низкий уровень, пафос и ненависть к врагу. Вот ты понимаешь, что не ты один в этом мире, ты не овен, оказывается, есть кто-то еще, и из-за того, что есть кто-то еще, ты просто его ненавидишь. Ты понимаешь, что есть кто-то еще, и это кто-то еще для тебя враг. Ты просто не можешь представить, что теперь не ты один любимый и единственный во всей вселенной, а появляется еще некто, и не дай бог, этот некто лучше, чем ты. Вот это и есть первый уровень осознания в седьмом доме. И враг этот представляется с осознанчением всех зол и одновременно полным ничтожеством во всех отношениях. То есть он явно будет хуже тебя, все беды исходят от него, самое худшее, что может быть. Переходим на второй уровень проработки седьмого дома, и образ врага уже не так однознатен, он уже не настолько плохой, он уже не настолько черный по отношению к тебе, к такому белому и пушистому. Хотя отношение к нему по-прежнему личное, личное и деструктивное. Человек может признать за ним определенные достоинства, ну что-то там где-то не совсем он черный, весь грязный и вонючий, шнурки у него на кроссовках белые, а так человек ужасный. Конфликты по поводу дележа, сферы влияния и личных заслуг в общем деле. Опять же, не исключаем, что есть вторая сторона, да, это как две чаши одних весов, ты от них далеко не убежишь, палка двух концов, вместе связаны, и ты вынужден эту вторую сторону ненавидеть. Вначале ты сильно ненавидишь и во всем обвиняешь, потом ты понимаешь, что ну не так уж все прям и плохо об этом человеке, что-то есть одно хорошее, и даже что-то ты можешь найти какие-то определенные качества и достоинства. Но будут конфликты постоянно по поводу сферы влияния и в том общем, что вы делаете на работе, в семье, в коллективе или в каком-то взаимодействии. Переходим на третий уровень и в третьем уровне проработки седьмого дома человек склонен делить сферы влияния, но он начинает понимать, что его враги это часть его кармы и пытается осмыслить их роль в своей жизни. То есть человек понимает, что вот эти люди, которых я ранее ненавидел или ненавижу до сих пор, они, наверное, мне для чего-то даны и нужны. Они воспринимаются как часть кармы. Это уже не столько личное восприятие и личная ненависть, сколь скорее данное чувство переносится несколько выше, выходит за пределы человека. Вроде как бы ситуация не поменялась, да, человек есть, ситуация может быть неприятная, но сам акцент ненависти смещается в сторону. Ты начинаешь с этим работать, ты начинаешь об этом задумываться. Во-первых, во многом перестает человек относиться к врагам именно лично, о чем я сказал, понимая, что они посланы ему судьбой и стараются понять для чего именно, для чего у меня плохой человек попался, почему вот этот клиент приходит уже десятый раз и мне выедает мозг ложечкой, ну для чего-то мне это же надо, не просто он такой вот нехороший человек, критиска, почему даже он ко мне придалбывается, он не пришел к моему коллеге, а именно ко мне, именно со мной он хочет постоянно работать и мне так некомфортно и трудно с ним, а дай-ка я остановлюсь на секундочку и задумаюсь, а может быть мне моя судьба послала его свыше и я должен чему-то научиться, да, я его ненавижу, потому что он такой, 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 но что я должен из этого вынести, почему мои коллеги его так ненавидят, а только я, может это какое-то мое личное отношение к нему, и вот такие вот мысли начинают заставлять человека переходить на третий уровень, о котором мы сейчас читаем, во-вторых, человек понимает, что его внешняя жизнь это лишь отражение внутренней, то есть, оказывается, что этот человек, в котором я вижу, или это ситуация, в которой я вижу все плохое, то есть, вот эта противоположная сторона, это может быть не он такой плохой, это отражение, это зеркало, передо мной зеркало поставили, это тот маленький котик, который прыгает на зеркало, который нервничает, который грызет, у которого шерсть дыбом, забегает за зеркало, никого не видит, возвращается, снова видит, и вот в какой-то момент приходит это самое сознание, что возможно это отражение того, что есть во мне, оно отзеркаливается в людях, это то, что есть во мне, оно бесит меня, это новый высший шаг. На этом уровне отношений со своим врагом это в первую очередь партнерство и установление баланса. Человек старается учиться у своих врагов в лучшему. Взаимодействие по седьмому дому начинает балансировать с первым домом. То есть человек меняет не только приемы боя, но и свою личность. То есть уже мы дошли на третьем уровне до того понимания, что это не только плохой человек, и он не только после мне, для того, чтобы я чему-то научился, но и я могу поменять себя внутри, для того, чтобы изменить ситуацию. То есть я уже не только меняю способы взаимодействия с этим миром, но и сам меняюсь как мне взаимодействовать с этой второй стороной, с этими вторыми чашами на весах. И переходим на четвертый уровень проработки седьмого дома, где человек, как правило, не имеет внешних врагов вовсе. Все внешние напряжения он отслеживает сугубо как проявление своих низших программ, то есть внутренних врагов, и старается работать с ними внутри себя. Это можно сказать человек уже просвещенного уровня, некий гуру, мастер, называйте как хотите такой уровень осознанности у человека, когда он не видит врагов извне, кто бы это ни был на самом деле, а он понимает, что это мало того, что отражение его каких-то негативных качеств, он это уже давно понял, еще на третьем уровне, но он и пытается с ними тут же работать, тут же пытается все это внутри себя перестроить. Это не мир такой плохой, это я такой. И с этим можно работать. С миром ты ничего не можешь сделать, а самим собой ты можешь сделать. Что тут я еще записал? Дуэль, 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 как правило, производится с применением одинакового оружия. То есть это равные права, равные условия. Если на пистолетах стреляемся, так на пистолетах. Если на шпагах, так на шпагах. То есть никакого запретного, скрытого и тайного оружия. Многие спортивные поединки, борьба, бокс, штанга, то есть везде, где соперники поставлены в равные условия. Не зря в боксе есть определенные весовые категории. Перчатки должны быть либо одинаковые по весу, обувь, уровень натертости пола, все-все-все должно соответствовать тому, чтобы и у тебя, и у меня были равные права. Хоть мы сейчас с тобой и враги, но как бы мы одинаковы в этом плане. Значит, даже преступники на суде имеют адвоката, защищающего его от обвинения. Стенка на стенку, драки один на один, конкуренция, соперничество, умение приспособиться к другому, какое-то общее дело. Это все то, что касается седьмого дома, все то, что касается весов. Я думаю, что ни у кого не возникнет сомнений, что это относится у нас в карте юстиция, карте справедливость, правосудие. И в данном случае к Соломону мы выяснили, это относится более чем. Несмотря на то, что на первый взгляд могло показаться, ну, где Божий суд, а где суд человеческий, а нет, мы выяснили, что не так там все и просто. что у нас по ключевым словам. Некоторые ключевые слова и выписок, которые могут касаться у нас как раз нашей карты и как это может проиграться в том либо ином аспекте сферы жизни. Ну, в целом, само понимание карты, само понимание не столько даже уже личности Соломона, сколько конкретно вот этого суда, который он установил, человеческого суда, принципа договоренности, суда, который прописан, то, что написано пером не вырубишь и топором, неотвратимость, как завязанные глаза, да, он был готов разрубить этому ребенка и неважно, мама там бросилась бы или нет, неотвратимость какого-то последствия, причинно-следственные связи, да, да, и самые казаустические законы. Это все нам говорит об этой ситуации и мы теперь можем понять, как в той или иной сфере, как это будет, эта карта, как мы можем ее применить и трактовать, но тем не менее, если мы говорим о социальной сфере, сюда же мы можем отнести кардиеру, работу, продвижение, какие-то социальные связи, то это определенные правила и нормы, опять же, договоренности между людьми, вот на работу ты ходишь и есть какая-то договоренность, или ты договорился так со своим клиентом, либо устно вы договорились, либо согласно какому-то договору, тут уже не важно, но вы договорились, вы пожали друг другу руки, вы друг другу что-то пообещали, вы пообещали что-то выполнить, он пообещал заплатить деньги, там до, после, либо частично до, частично после, то есть любого рода такие договоренности являются правилами, нормами и так далее. Развод, так же как, в общем-то, и фактически сам процесс мракосочетания также может проходить по этой карте, потому что здесь идет суды, буква закона, то есть в буквальном смысле не божественный какой-то принцип, не принцип справедливости, не там та ситуация, где Иоаннафана выбежал народ и оправдал, вот по закону Иоаннафана там полагалось убить, потому что так было предписано законом, но то был, конечно, не закон, то был царский указ, не писаный даже его слово в виде проклятия сказанное, но тем не менее, поэтому мы говорим о букве закона, неотвратимости, даже если с точки зрения морали человек прав, смотрим голливудские фильмы, а человека садят в тюрьму. Один из ярких фильмов можно вспомнить, это законопослушный гражданин. Достаточно кровавая картина, я понимаю, что скорее всего аудитория, которая будет смотреть эти лекции в будущем почти на процентов 80, будет женской, и, вероятно, такой фильм придется не очень по душе, но если вдруг так случится, что вы его смотрели или захотите посмотреть, то там как раз и идет завязка в том, что почему человек стал таким плохим. Потому что как раз вот эта буква закона, возможность, что даже преступник выйдет на свободу, если у него на это есть право, а закон человеческий, как мы понимаем, несовершенен, но мы договорились с вами в обществе, для того, чтобы наше общество хорошо функционировало и не было хаоса, мы договорились, что мы будем его придерживаться. Вот мы и придерживаемся. И согласно всем установленным процедурам, эти убийцы должны выйти на свободу. Хотя и пострадавшая сторона, который был очевидцем того, как убили его жену и дочку и подрезали его. И адвокат также знал, что это убийца. Но, как сказал адвокат, сэр, понимаете, проблема не в том, виноват он или нет, а что мы сможем доказать. Вот и получается, что это как раз то, о чем договорились люди, это буква закона. То есть сейчас уйду уже в другие темы. Равенство. Если мы говорим о социальной сфере, о работе, устремлении вперед куда-то. Может быть бумажная работа, если о какой-то конкретной работе идет речь. То есть если вообще сюда прям какие-то профессии внести, то это у нас может быть все, что связано с юриспруденцией, то есть любой какие-то смежные сферы. Все, что будет связано с предоставлением каких-то доказательств в суде, с собиранием улик, бумажной какие-то работы. Все это может быть здесь. Конкуренция и партнерство. И вот этих две фразы, этих два слова, они между собой настолько близки, что порой могут как перетекать одно и в другую, так и видоизменяться. То есть те, кто были некогда партнерами, могут однажды стать конкурентами, либо достаточно быстро, и наоборот. Те, кто были конкурентами, ввиду какого-то слияния, могут стать партнерами. Не став единым одним целым, то есть они могут сосуществовать, но уже как партнеры, хотя были до этого конкуренты, то есть они смогли там что-то учесть. Учитывание второй стороны, это всегда идет в основе карты правосудия, справедливость, в одном значении, то есть что так, что так, суть карты не меняется, суть закона также, вопрос только в том, в негативном либо в позитивном значении это влияет на ту ситуацию, которую вы рассматриваете, или на того человека. По кубкам это у нас будет больше сфера личных взаимоотношений, то, наверное, что больше всего люди любят смотреть. Речь идет о браке, но брак, скорее, мы говорим о некой формальной его части, то есть тут речь не идет о любви, больше идет о законе, то есть то, что по иерофанту, например, может быть нетрадиционным и неприемлемым, но оно вполне может соответствовать тому, что уже записано в законе, то есть если мы так уже сами записали, предположим, что темнокожие люди теперь тоже могут, я имею в виду лет 50-80 назад, ездить в автобусах, и для них не нужны отдельные места, то как бы вам это по иерофанту не нравилось, ибо это традиционно было не так, но по закону теперь это так, и теперь эти люди также могут ходить в те же заведения, что и вы, сидеть на тех же театральных ложах, что и вы, кушать в ресторане за соседним столиком, и ты с этим уже ничего не сделаешь, потому что мы так решили по закону, ну не мы, точнее не вы, а мы, мы все вместе, вы тоже часть общества, если вы проголосовали за какого-то человека, и этот человек шел представлять общество, и декларировал определенные какие-то постулаты, он их воплотил в жизнь, значит вы так сделали, будьте добры, соблюдайте договоренности, которые вы же и утвердили, значит мрак, взаимовыгодность, если мы говорим о отношениях между близкими людьми, о какой-то паре, то есть здесь не столько прям уже любовь-любовь, сколько может быть понимание того, почему ты выгодна мне, а я выгоден тебе, выгоден тут, это может рассматриваться с разных точек зрения, не пытайтесь в этом понять только какую-то материальную составляющую, человек может быть выгоден чем угодно, своей красотой, умением говорить, тем как он хорошо копает землю, подрезает деревья, вкусно готовит или красиво выглядит, ты видишь в этом какую-то выгоду, и причем выгоды всегда по прямому значению подразумевает уравнивание чаш весов, ты мне, я тебе и наоборот, чужая точка зрения, ну это почти то же самое, что и взаимовыгодность, такие взаимо истекающие друг от друга понятия, то есть и обязательно учитывание этой точки зрения в перевернутом значении, это может быть как игнорирование своей собственной точки зрения, так и наоборот, вспоминаем сразу первый дом, овин, когда наша собственная точка зрения вырывается вперед, и мы можем быть чрезмерно эгоистичны. Правила, такие чисто семейные, внутренние, мы с тобой договорились, что я чищу картошку, ты моешь полы. По субботам, а по пятницам как-то наоборот. разрыв вполне может идти по этой карте при соответствующих даже прямом значении каких-то рядом картах, в общем-то, может указывать на какие-то вот такие неприятные вещи в возношениях между близкими людьми. Самоотдача. Понятно почему, потому что идет учитывание второй стороны, понимание второй точки зрения, соответственно, ты стараешься для нее сделать больше. Тут опять же важно, чтобы эта карта она не что я все время показываю? Чтобы эта карта она не не переходила вниз. То есть, чтобы это не превращалось либо безлимно, чтобы это не превращалось в то, что человек начинает забывать о себе. Чтобы чаша весов не наклонилась очень сильно в совершенно другую сторону. Жертвенность. Ну, самодача и жертвенность это в принципе я бы сказал когда карта уже из позитивного значения превращается в негативное прочтение. С одной стороны когда есть самодача. Что такое самодача? Ну, опять же, это такое истекающее понятие от понимания чужой точки зрения и того, что ты тоже мне сделал что-то хорошее. И я как бы стараюсь тоже выложиться на сто процентов. Я вспоминаю по наслышке о традиции внегласной традиции японцев, что когда кто-то что-то делает хорошее, они стараются в ответ сделать еще больше. Потому что ну, так у них заложено, они чувствуют себя как бы немножко должны. то есть не просто отдать человеку настолько, сколько он тебе что-то одолжил, либо помочь ему в той степени, а сделать больше. Непременно больше. И та другая сторона потом старается при случае удобно сделать еще больше. Вот это есть самодача, когда ты стараешься сделать больше. И та вторая сторона потом снова больше. Но когда только одна сторона все время делает больше, а та вторая понимает ага, я эту фишку просек, я делаю чуть-чуть, а он не делает больше, или она не делает больше. Я буду этим пользоваться. Снова чуть-чуть, а он снова больше, я снова чуть-чуть, снова больше. И в итоге тогда одна из сторон превращается в эгоиста, а вторая в жертвенную сторону. Ну и естественно мы понимаем, что такой союз он не то, чтобы он долго не продержится, он может долго продержаться, но счастливых людей там будет немного. Эгоизм, да, я уже об этом сказал, по пентаклям, то есть сфера всего материального, того, что можно потрогать, но это в общем-то может быть даже и нашим бытом. Это опять же договоренности, да, мы говорили, что в кубках что-то у нас правило, да, вот правило, по большому счету договоренности в сфере финансов это те же договора, то есть если мы что-то покупаем, что-то продаем, что-то имеем дело с какой-то недвижимостью, движимостью, с любого рода имуществом, с любого рода то, что можно потрогать, пощупать, постучать, полизать, укусить, и это как-то подразумевает передачу или взаимодействие двух сторон, вот эта карта может указывать и будет указывать раз на такие договоренности, и тогда нужно на этом вращать внимание, смотря в каком значении выпадет карта, и какие карты соседние, смотрите там, будьте внимательны, рядом с ним и руками чей, вас может ждать какая-то хитрость, к вам придет, вот как-то, помните, женщина к Давиду рассказала эту связливую историю, и он помиловал своего сына Ависолома, то есть вот такие какие-то вещи, в общем, это договоренности между людьми, это какие-то договора, сюда же и суды, юристы, юристы, клиенты, то есть две стороны, да, с одной стороны юрист, с другой стороны клиент, либо представитель клиента и клиент, это может быть какая-то совместная недвижимость, либо совместное имущество, автомобиль на двоих, смотришь там на человека, ну, в раскладе каком-то выпадает такая карта касательно автомобиля, и, например, вот это, и при каких-то соседних картах можно говорить о том, что этот автомобиль покупался либо на двоих, либо с учетом двоих людей, либо в права вписаны два человека, как те, кто имеет право управления автомобилем, ну, и т.д. и т.п. То же самое может касаться имущества в более крупном масштабе типа недвижимости. То есть две стороны, всегда мы понимаем, что здесь присутствуют две стороны. По мечам, это у нас стихия в воздухе, это сфера каких-то конкретных прямых действий и саморазвития, получения знаний. Прямая помощь, вот, прямо здесь происходит, вот, если мы говорим по мечам, то здесь конкретно тот самый Соломон, тот самый судья, это как раз тот человек, который берет и помогает. Если мы вспомним карту, предположим, шестерку мечей, где человек на лодке перевозит женщину и ребенка, он просто конкретно берет и помогает. То есть это какие-то те действия, которые мы можем взять и сделать, но в разрезе, там, опять же, с принципа справедливости. Ну, кстати, принцип справедливости здесь и написан, но я написал как демократия, в кавычках, вот, потому что это не то, чтобы сама по себе демократия, скорее, то, все, что мы в это понимание закладываем, все то, как мы себе это представляем, каковы мы это себе видим, вот эти вот принципы как раз справедливости, таких вот, они очень, с этим границей с общечеловеческими принципами, и они могут быть очень высокоморальными и действительно порой конфликтовать с буквой закона и с принципом справедливости чисто человеческой, и конфликтовать могут с традициями, например, по иерофанту или по велению сердца, то есть вот эти вещи могут быть взаимоисключающими. Альтруизм, понятное дело, что если мы говорим о какой-то прямой помощи, о том, что человек просто берет что-то и делает для другого, чисто физически, то отсюда уже как целое явление альтруизм, когда человек это может делать для второго партнера, но, кстати, насчет альтруизма, тут всегда это, скорее всего, будет выглядеть, если это не рассматривается как организация, как конкретный человек, то это альтруизм по отношению к чему-то конкретному, то есть не целым как явление в большей степени, а скорее как вот две стороны, то есть всегда должно быть сформировано каких-то две стороны, даже если, как мы уже читали ранее, вторая сторона будет весь мир, но должно быть что-то такое осезамое, сформированное, условно говоря, человек собирает на пляже мусор, мы понимаем, что есть один человек с одной стороны, с другой стороны есть вторая какая-то сторона, она там, условно говоря, в виде пляжа, наполненного мусором, который он собирает в течение 20 лет, вот такие какие-то, Альтруизм человек просто берет и делает. Почему? Потому что он считает, что тем самым он помогает очистить, а дальше уже что у него в голове, планету, либо свой город, либо свой район, либо какую-то общину. Работа с внутренним соперником. То, о чем мы читали, помните, с вами в седьмом доме, насчет седьмого дома, его проработка на четвертом уровне, на третьем, да, это уже прослеживается, на четвертом прям выходит на уровень такого гуру, когда у человека не существует внешних врагов как таковых, а он во всех этих проявлениях сразу видит кармические какие-то, если они существуют, предпосылки, либо работу с внутренними блоками. Что-то такое происходит, и ты понимаешь, ага, это не он такой, это я такой, это то, что во мне есть, это просто мое отражение, и я увидел в этом человеке. С этим нужно проработать. Так, вот, пожалуй, и все, что хотел я сказать относительно сравнения этих двух карт. Я думаю, вы спорить и сейчас не будете относительно того, что эти карты трактуются одинаково, они визуально выглядят по-разному, но они об одном и том же. Они о тех же принципах справедливости, справедливого суда. Самое главное, люди договорились между собой, что мы будем делать вот так и вот так. Есть две стороны, одна и вторая. Всегда две стороны, помните об этом. Причем по седьмому дому это больше так. Есть вторая сторона, фоном просто я прохожу. Я как личность чуть-чуть уже ниже, но есть вторая сторона. И та вторая сторона, самое главное, она должна будет думать так же. Она не должна думать наоборот, я, меня возвеличили, значит я. Нет. И вторая сторона, она тоже думает так же. Я, а вот вторая сторона. И вот тогда происходит тот самый альтруизм, вот тогда происходит вот это самое самопожертвование и самоотдача. И тогда мы начинаем расти в отдельно взятой семье, в отдельно взятой каком-то обществе, коллективе, на работе или в целом как целая нация. Что я тут закинул в интересное? В интересное я хотел бы... Нет, интересное я говорил на потом. Давайте его действительно на потом. Давайте мы посмотрим искусство. В искусстве нашлось несколько и гравюр, и живописей, которые можно рассмотреть более детально. Есть что-то попроще. Вот так выглядит суд Соломона. Внизу надпись. Мы видим живого ребенка, видим мертвого ребенка. Две мамы, одна из которых пытается спасти ребенка, а вторая так хоть и присела на колено, но призадумывается. И Соломон в последний момент останавливает. Останавливает свою руку и говорит, подожди, подожди, сейчас дело проясняется. Вот такая гравюра. Мы видим несколько уже таких стилизованных персонажей. Не так они четко прорисованы, но также мы видим и мертвого ребенка, и живого в руках у исполнителя судебной власти. Видим царя, который восседает. Видим двух девушек, но тут уже не совсем видны реакции остальных. Но заметьте, что кроме всего прочего, везде присутствуют посторонние, везде присутствуют присяжные, толпа, люди. То есть это не что-то закрытое, это не тайное. И еще раз говорит это об открытости, о договоренности, о принципах справедливости, общественной морали. Вот такая гравюра, похожа на литографию. Все то же самое. Тот же набор, несколько женщин, мертвый ребенок, живой ребенок и Соломон останавливает. Такая гравюра с надписями. Не знаю, что это за язык. В общем-то, все то же самое львы. Кстати, вы заметите, присутствуют неоднократно возле трона. Они у нас присутствовали и в карте Иерофан, когда мы разбирали. Помните, там был изображен сам трон и 6 пар, то есть 12 львов. Ступенечком, чтобы подняться на трон, нужно было их миновать. Вот такая вот красивая тоже литография. Стороны обвиняют, Соломон судит людей. Это та гравюра, которую нарисовал и сделал Густав Дере. Вот такая есть гравюра. Несколько трудно читаемая, но здесь мы видим также живого и мертвого ребенка внизу. Давайте чуть-чуть вот так отъедем. Вот живого и мертвого ребенка внизу. И меч. Кстати, заметьте, что меч, он также присутствует постоянно. Постоянно меч, меч, меч. Но это и логично. Как иначе разрубить ребенка, если без меча? Но этот же меч присутствует и в традиционных колодах, как в частности по Вейту. Вот такая вот еще есть гравюра. Сур Соломона. Рекс Соломон. Рекс Соломон – это царь. Царь Соломон. Живой ребенок. Прямо он уже ходит даже. Владенец уже на своих ножках. Но второй лежит неподвижно. Тут не совсем понятна реакция женщин, как они на это все реагируют. Далее давайте уже мы с вами глянем живопись. Вот такая вот. Здесь все стилизовано, но понятно. Царь очень большой, он больше всех остальных. Здесь две стороны, которые умоляют. Есть улыбающийся исполнитель, который готов ребенка разрубить. Вот такой совершенно молодой царь, юноша. Красивая картина. По углам похоже на два тетраграмматона с именем Господа. И две женщины, как их еще и изобразили с разным цветом волос, как блондинка и бронетка. Противопоставление. И прям младенцы изображены. Видно конкретно мертвого младенца с темным, таким синеватым цветом кожи. Видно живого. И мама его обхватила, защищает. Но рыцарь уже готов отодвинуть ее. И привести в исполнение сам этот суд, разрубить ребенка. То есть по всему видна решимость этого человека привести приказ в действие. Царь Соломон сказал рубите, значит надо рубить. Примечательно, что на этой картине Соломон снял свою корону. И он ее положил на подлокотник престола. И также скипетр он держит не в руках. То есть ощущение, как будто бы он всецело полагается на свое слово. Даже не столько уже выступает как царь, сколько как просто судья справедливый. Та же картина. Все аналогично. Вот действие прям ночью происходит при свете какого-то факела. Здесь две женщины изображены наполовину с одной грудью обнаженной. Что должно дополнительно нам сказать о том, что это кормящие мамы, которые обе. Вот непонятно, да, какая из них. Вот вы же даже не знаете на это. И я не знаю. Реакция непонятна. Та, что ближе, та, что дальше. Если на других картинах изображения были сделаны так, что четко было понятно, какая из матерей истинная, смеется с живым ребенком, а какая с мертвым, то здесь даже и мы не знаем. Но Соломон сейчас будет как раз совершать свой суд. Вот такая красивая тоже живопись. Кстати, вот эта же картина, я думал, что это ее полный размер, а оказалось, что она обрезана. Истинный ее размер выглядит вот так. Здесь на полу, оказывается, уже видно и мертвого младенца, и собачка даже нарисовалась, и внизу подпись автора. Но зато эта картина... То есть, скажем так, вот этих две нужно сопоставлять вместе. Видно здесь по краям старик и старуха, которые с этой стороны почти обрезаны, то есть не совсем они попадают в кадр. Но действующих всех персонажей мы видим. Но сразу, конечно, отображается и дух эпохи. То, в какой стилистике эта картина нарисована, явно не отображает это в полной мере времена Соломона. Вот такая в восточном стиле картина. Здесь явно видно, кто из матерей с живым ребенком и желает спасти его. Здесь Соломон вообще похож, если честно, на женщину. Если не знать, что это суд Соломона, то можно сказать, что восседает некая царица. Либо это качество, скачанное из интернета, либо картина так изображена на самом деле. Ну, я же говорю, отличительная черта, кроме всего происходящего, это непременно наличие большого количества людей. Открытость суда. И, кстати, тоже две девушки. Оба изображены с одной обнаженной в роли. Две кормящие мамы. Тут и палач изображен полуголым. И напоследок вот такая вот еще картина. Две стороны друг друга обвиняют. И непонятно, да, кто будет помилована, кто будет убит, кому отдадут ребенка, неизвестно. Ну что же, давайте, когда сами перейдем, как я назвал эту рубрику, интересная. Я буквально в последний момент подумал об этом фильме, что есть смысл его привести в качестве примера, где можно проследить с разных сторон, как выглядит эта карта, justice, правосудие, справедливость, как с точки зрения общественного закона, так и с точки зрения того, как это может проиграться по седьмому дому. То есть какие-то уроки, которые человек должен вынести, то, как мы видим в противоположной стороне, в начале врага, а затем этот враг, мы понимаем, что он лишь является отражением наших собственных внутренних каких-то ненаработок. И работая с этим, наш враг может превратиться в партнера. В общем, фильм называется «Последний самурай». Если вы его не видели, то, в общем-то, рекомендую к просмотру. Не знаю, насколько он зайдет, конечно, девушкам, потому что там присутствуют мечи, там присутствуют ружья. Но там есть Том Круз. Том Круз красавчик, он должен девушкам понравиться. Точнее, он им уже и так нравится. Я имею в виду, кто не смотрел, то рекомендую, можно посмотреть. О чем речь? Я себе здесь выписал некоторые имена, ибо они сложные, чтобы было их запомнить после двухчасовой лекции. Нейтан Олгрен – это наш главный персонаж, которого сыграл Том Круз. И он как раз является американским военным в отставке. В свое время он воевал против индейцев. И в целом, можно сказать, что если этот фильм рассматривать как путь героя, то в чем-то жизнь этого Нейтана Олгрена и проходит по разным арканам. Но нас, в частности, интересует, как он выглядит здесь с арканом «Справедливость». И «Справедливость» «Справедливость», да, восьмой аркан – это в случае колоды Уэйта, ой, Даро, Даре, простите, Гюставо Даре. И следующее за ним, в данном случае тогда следует карта «Отшельник». «Отшельник» – это у нас Сатурн, «Отшельник» – это у нас такая карта, которая вот прям может наказывать. Помня, что десятое идет, следующее – это «Колесо фортуны». То есть, такие уже… Мы прям приближаемся к чему-то кармическому, к тому, что что посеешь, то и пожнешь. И в целом, если рассматривать всю жизнь Нейтана Олгрена, от момента, когда его застают пьющим с бутылкой, и заканчивая тем, когда он одет в самурайские доспехи, у него происходит вот эта внутренняя борьба с самим собой. Опять же, вы должны тоже понимать, что нет четкой границы между арканами, так же, как нет четкой границы между знаками зодиака. Как выглядит человек, родившийся на стыке между, предположим, там, седьмым и восьмым домом? Кто он все-таки? Если он родился в последний день седьмого дома, ну, то есть, что такое тот или иной дом? Ну, это, во-первых, если мы говорим о знаках зодиака, то это Солнце находится в каком-то созвездии, но поскольку происходит движение планет, то, естественно, что и влияние осуществляется по-разному, и мы понимаем, что нет четких границ, так же, как и между светами радуги, нет четких границ, все несколько размыто. В итоге вот этот вот самопоиск внутри, отражение каких-то собственных ненаработок, видение врагов в других людях и потом понимание сознания того, что ты на самом деле видишь только собственное отражение и работа с этим. Это с одной стороны такое более глубинное, но также и поверхностное, где на самом деле присутствуют враги, враги, с одной стороны, ну, в общем-то, какие-то две конфликтующих стороны, либо две взаимодействующих стороны, которые то не конфликтуют, то они наоборот дружат. И вот это плавное перетекание вражды в партнерство, а потом и с партнерством, например, в дружбу, либо даже какую-то сексуальную близость и любовь, вот за этим очень интересно наблюдать, особенно держа в голове понимание как раз по этой карте, как это может проигрываться и раскрываться не столько в рамках уже человеческих судов, сколько в рамке больше седьмого дома. Как человек может расти над собой и как ситуация может перезревать с первого, вторую, третью, четвертую стадию переходить прокачки вот с этого седьмого дома. И, ну, естественно, конечно, присутствует и сама по себе, сами по себе принципы справедливости. Если пройтись, опять же, по картинкам, давайте, кто не помнил фильм, а даже если кто не помнит, а кто и помнит, не лишним будет об этом поговорить еще раз. То есть мы видим первую картинку, вот она, да, сейчас ее так несколько увеличу. Это в ресторане встречается, собственно, к нам сейчас спиной сидит Нейтан Олгрен, министр Амура и не помню, как зовут того военного человека, бывшего сослуживца нашего Олгрена. Они встречаются о том, чтобы договориться о том, чтобы человек, наш главный герой, Олгрен, он поехал в Японию и обучал там местное население, местных крестьян тому, чтобы они могли выступить потом против армии Кацумота за деньги договориться. То есть он, в принципе, понимает, что человек, наш главный герой, он будет обучать одних людей убивать других. Но между ними сейчас происходит тот самый принцип договоренности. Они договариваются, они заключают договор. Тот, с одной стороны, ему обещает какую-то сумму денег в обмен на то, что Олгрен обучит этих людей искусству владения стрелковым оружием и какими-то там тактическими навыками. Вот, с одной стороны, мы видим этот принцип договоренности, учитывания сторон. Пересмотрите фильм, в принципе, если даже и смотрели, не лишним будет его напомнить себе, достаточно интересный. Вот на второй картинке мы видим, как Олгрен как раз уже и выполняет то поручение и выполняет свою часть договора, как они договорились и пообщались. Случается за тем, что он попадает в плен и он оказывается в руках своих врагов. И по истечению обстоятельств и по велению одного человека Кацумото Олгрен остается жив. И его забирают в деревню сына Кацумото. И вот мы сейчас видим на этой картинке, когда он на палке, еще на палках дерется с самураем. Это имитация мечей. С самураем. Он еще и находится в своей одежде, привычной для него. Почему? Почему этого человека не убили? Потому что также был издан указ, ну, условно говоря, это был устный указ, но царский указ, о том, что этого человека следует оставить в живых. Его не следует убивать, хотя он должен был быть убит. Потому что он убивал других, во-первых. Во-вторых, он тренировал армию противника. Но никто его не убивает. Здесь Кацумото разговаривает с женой человека, которого напрямую лично убивает наш Олгрен. И он просит ее поселить его в ее доме. Вдумайтесь. Убийца мужа будет жить с тобой под одной крышей. Ты будешь его кормить. Он там болен, по-моему, там что-то с ним, ну, после всего вот этого, после драки, на виду, с ранениями и так далее. То есть ты будешь за ним ухаживать, готовить ему кушать, и т.д. и т.п. А это твой враг. И это с другой стороны, вот этот принцип справедливости, больше по весам, но это с одной стороны, а с другой стороны, это приказ от государя. Это приказ, который исходит выше. И ты не можешь его слушаться, как бы тебе не было противно, как бы ты не хотела убить этого человека. И имея право морально и законно убить его, законно, ну, в человеческом понимании, да, но по букве закона ты не можешь его убить, потому что тебе сказали его не убивать. Тебе сказали за ним ухаживать и смотреть. Опять же, два некогда врага, можно сказать, вот они между собой сейчас общаются, Кацамото и Олгрен, два человека с разным мировоззрением, они из некогда врагов, сейчас превращаются в партнеров, они взаимодействуют друг с другом, каждый из них делится своей мудростью, своим каким-то видением. Олгрен не может сейчас убежать никуда, потому что зима, и пока зима, находясь в той местности, в той деревне, с той природой, это как тюрьма по большому счету, то есть бежать некуда, и он там просто остается. Далее мы видим, как он начинает, этот самый Олгрен, убийца отца семейства, взаимодействует с этой самой семьей, и как эта семья к нему относится. Это также две чаши весов, это личные взаимоотношения внутри людей, некогда враждующих и противоположных, но чьи отношения должны как-то соблюдаться и строиться. Тут уже, вот мы можем посмотреть, как эта карта по справедливости проигрывается, но по кубковой масти, внутри, во взаимоотношениях людей. В неком таком апофеозе случается так, что жена влюбляется, ну точнее и он, и жена влюбляется в своего врага, даже так. И затем он сражается, он расторгает договор, возвращается он в Токио, в Японию. В общем, я не помню, какой город, он возвращается, ему предлагает возобновить контракт, но он отказывается, соблюдая уже какой-то свой другой принцип справедливости, скорее внутренний, уже не столько писанный по закону, он здесь нарушает, скорее, я бы так сказал, закон. В данном случае он может по отношению к министру Амура поступать как по перевернутой карте, то есть со стороны министра Амура, если бы приходилось выложить ему в какой-то момент расклад, вот будет у вас проходить встреча с Олгреном, и чего она для вас сулит и обещает, вот такая карта может выпасть, о чем может говорить, что он разорвет с вами взаимоотношения, то есть он не будет продолжать с вами далее совершать тот контракт, о котором шла речь. Он возвращается по итогу в армию противников, в армию Кацумота и воюет на той стороне. Ну, в общем-то, с точки зрения принципов справедливости карты джастис-юстиция, как таких вот человеческих, на уровне закона писанного, так и внутри человеческих, как проработка седьмого дома, в противовес первому дому, потому что здесь, в начале самом фильме, когда он дерется с самураями, и, в общем, до момента, пока к нему не приходит прозрение после его выздоровления в деревне, он постоянно выглядит как противоположность седьмому дому, как овен, либо как весы, но очень эгоистичные, которые понимают, да, скорее бы даже так сказал, непрокаченные весы, весы вот в первой ступени, в первой стадии развития, понимают, что есть вторая сторона, но вторая сторона видится как враг, как личный враг, который есть, но которого ты ненавидишь и который виноват во всех твоих бедах, потому что они взяли меня в плен, потому что они меня поработили, потому что они меня чуть ли не убили, и т.д. и т.п. То есть он во всем в этом видит врагов, и постепенно уровень его сознания, уровень его прокачки доходит до того, что, ну, пусть не до четвертого уровня, но, наверное, третьего уровня точно, когда он начинает учиться у своих врагов, и уже неважно, кто для него там становится враг, министр Амура, позже, либо в начале Кацумото с его армией самураев, и он начинает внутри себя искать те проблемы, которые как бы озеркаливаются на его оппонентах, на его врагах. Ну что ж, вот, пожалуй, и все. У нас получилось несколько больше, чем два часа. Надеюсь, что было интересно. Я попытался с разных сторон осветить карту Джасти, справедливость, и хотя здесь изображен Соломон, но в большей степени здесь не столько Соломон, как личность, сколько то, что он заложил в временем Израиле. Мы об этом уже говорили, о том, когда он упразднил Божественный суд и ввел Общеморальный Человеческий суд. Суд договоренностей, каких-то общечеловеческих норм, понятий, принципов справедливости. И, в общем, ребята, мы сейчас можем с вами обо всем договориться. Нам теперь не надо бросать жребий, и нам, тем более, не надо обращаться к жрецам, которые именем Господа будут нам вытаскивать жребий и указывать на того, либо иного виновного. Нет. Мы с вами все можем порешать и построить такое общество, которое дорастет своим уровнем морали и принципа справедливости, чтобы мы могли друг друга уважать и решить любой конфликт между нами. Вот. Ну что же. На этом, пожалуй, и все. Тогда желаю вам всего хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok